Девушки отдыхают Конечно, я буду ждать звонка. Приезжай. Да, да. Как вас идёт? Жду звонка. До встречи. Здравствуйте, Катерина Васильевна. Доброе утро. У меня кофе покрепче. Что с Виллой и Флоренция? Призвать договор. У меня на стол. А мне чайку. Как у нас сегодня? Пасмурно, но без осадков. Света, ты где? Может, пирожок? Спасибо. Аня, где мой кофе? Спасибо. Чего это она на каблуках стала ходить? Ну, есть повод. Слушай, знаешь, кому я сейчас еду показывать двушку на набережную? Кому? Гаспаряну. Миша? А зачем ему двушка? Ну, мало ли, решил вложиться. Я тебя умоляю, для Гаспаряна это семечки. Подожди. Давай-ка я сама поеду. Ну, всё же и клиент. А то ещё ляпнешь что-нибудь. Хорошо. Угу. Ну, не знаю. Слонечек, тебе как? Ну, очень хорошо. Котвас плохого не посоветую. А Котвас-то кто? Котвас-то Екатерина Васильевна. Она хозяйка агентства недвижимости. Ну, что скажете? Ну, кухня маленькая. А вы часто готовите? Я? Мне вообще-то некогда готовить. Я же учусь. В соседнем доме прекрасный ресторан. Ммм, Стёпин. Угу. А какой вид, Михаил Александрович? Ну, красиво, но дорого, Катя. Ну. Ну, так район. Район, Михаил Александрович. Слонечек, мне в принципе всё нравится. К тому же это же временный вариант. Мне же надо где-то жить, пока Слонечек не разведётся. Так, Катерина Васильевна, это не так интересно. Давай, иди посмотри там чего-нибудь. Кать, ну, в общем, давай. Давай договаривайся, я возьму эту холобуду. Слонечек, а тут, оказывается, кладовка есть. Можно сделать гардеробную. Прекрасно. Великолепно. Миш, ты прости меня, конечно. Ты с Люсей разводишься? Да нет, конечно. Ну, просто девочка нежная, трепетная. Зачем её расстраивать? Слонечек, а дизайнера интерьеров пригласим? А тут вот всю мебель менять надо. Обязательно. Договариваюсь. Ну, Катерина Васильевна, спасибо за всё. Завтра с бабками. Жду. Ну что, квартирка твоя. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Зачем я поехал? Как теперь Люси в глаза смотреть, не знаю. Расскажешь? А смысл? Только нервы ей припать. У Мишани таких крестин? Правда, квартиру первый раз покупает. Добрый стал, постареет. Квартиру поди на себя оформит. Ну, конечно. Когда надоест, это другую. Зайнику заведет. Странные вы люди-женщины. Ой, да много ты понимаешь. Деньги – это очень сексуально. Слушай, она ровесница моей Галки. Подумаешь, что ее такой слонечко крутит. Дурно становится. Нет, это точно не про твою Галю. Она девочка умная. Вот именно. Горе от ума. Все ее подруги замуж повыскакивали, а она? Я вообще не понимаю, как можно ни с кем не познакомиться, работая гидом и переводчиком? Смотровая площадка на Воробьевых горах была открыта в 1953 году, одновременно с зонным зданием МГУ, которое находится позади от вас. Это одна из семи так называемых «сталинских высоток». С Воробьева гор открывается прекрасный вид на Москву. По центру вы видите большую спортивную арену «Лужники». Справа от вас дом науки и Шуховская башня. Слева – деловой центр «Москва-сити». Не заводись. Йогурт будешь? Води не ела, ничего. Не, не хочу. А вода есть? Посмотри сзади. Ух! Да ты посмотри, кто здесь? А сейчас у вас будет час свободного времени, вы можете погулять по Москве. Есть вопросы? Есть. Скажите, вы замужем? А к нашей экскурсии это не имеет никакого отношения. Ровно через час жду всех на том же месте. Просьба никому не опаздывать. Не, Кузин, конечно, красавец, я понимаю. Послушай, свое будущее я связываю только со своей страной. Я никуда не уеду, потому что патриоты, потому что у нас самые красивые девушки. Конечно. Вести бизнес здесь, а жить в Ницце очень удобно. А ты в курсе, что он куратор нашей выставки? В курсе? Ты что задумала? Ничего. Да ладно, задумала. Я знаю этот взгляд. Просто на выставке будет наш стенд. А я член оргкомитета. По-моему, хороший повод для знакомства. Так вы же знакомы. Я – да. А вот Галя… Катя, ты серьезно? Ты хочешь свою Галю сосватывать за этого? Ну, не за шофера же. Ой, Катя. Алло, мам. Галчонок, привет. Экскурсии на следующей неделе не бери. Поможешь мне на выставке, хорошо? А что делать надо? Да нет, ничего. Просто посидишь за нашим стендом. А? А зачем? Ну, потому что мне нужна помощь, а помочь некому. Ну, я знаю. Хорошо, хорошо. Ну, ты договорились. Только, пожалуйста, я умоляю тебя, никаких джинс и кроссовок. Мам, ну, у меня работа такая. Я не могу на каблуках. Женщина всегда должна оставаться женщиной. Укладка, маникюр, каблуки. А вы и домами занимаетесь? Да, и землей под застройку. И помощь в оформлении ипотеки оказываем. Возьмите буклетик, там у нас все контакты. Угу. Спасибо. Спасибо большое. Николай, пару слов для нашего телеканала. Конечно. Мы рады видеть здесь основных игроков рынка недвижимости, которые представят проекты для инвестиций. Хочу отметить, что в этом году у нас очень интересная деловая программа, о которой подробнее расскажет председатель оргкомитета выставки Екатерина Васильевна Логинова. Спасибо. Спасибо. Мы посвятили нашу деловую программу тенденциям развития и состояния рынка недвижимости в России и за рубежом. Кроме того, мы проведем ряд занятий по дизайну, по ландшафтному дизайну. Также пройдет презентация лучших интерьеров. И вы сможете посетить мастер-классы по организации праздничных мероприятий. Я уверена, что все, что мы задумали, пройдет на высоком уровне. И надеюсь, что плоды этого мы увидим с вами очень скоро. И поймем, что мы это затеяли не зря. Посмотрите, посмотрите, руки до сих пор трясутся. Вот так вот взять и выставить меня безо всякой подготовки. Ой, не нужно кокетничать, Катерина Васильевна. Вы отлично выступили. Да, мам, ты очень хорошо говорила. Спасибо. Вам повезло с мамой, Галь. Знаете, как говорят, хочешь знать, как будет выглядеть женщина через 20 лет, посмотри на ее маму. И в этом смысле вам очень повезло с мамой. Да мне до нее далеко. А вы сами чем занимаетесь? Галя искусствовед. Защитилась. Ну, сейчас наукой заниматься, сами понимаете. Я гид. Экскурсии вожу. Да вы что, как интересно. А я вот, к сожалению, столицу вот совершенно не знаю. Ой, это Галь вам покажет. Вы только не стесняйтесь, ей не трудно. А я, пожалуй, не буду стесняться. Давайте завтра вечером. Ну, а вы к нам, я надеюсь, присоединитесь. Не могу. Улетаю сегодня в Италию. А вы зайдите завтра за Галей к нашему стенду. Как в Италию? Я тебе потом расскажу. Ой, Екатерина Васильевна, и везде-то вы успеваете. А я вот, к сожалению, о, бегу. Прошу прощения. Вынуждена откланяться, Екатерина Васильевна. До свидания. Не забудьте, у вас завтра экскурсия по городу. Не забуду. Галя. До свидания. Вам какая талия? Ты нарочно? Да нет. Света обработала ценного клиента. Мне нужно срочно лететь, смотреть объект. Галюнь. Я тебя заклинаю. Кузин клад. Не будь дурой. Мам, он, конечно, очень приятный человек. Но все-таки не мой типаж. А кто твой типаж? Нет, кто твой типаж? Фудосочный сморчок в джинсах и с дыркой в кармане? Агентство Екатерина? Техподдержку вызывали? Да, уже два часа тому назад. Извините, я как освободился, сразу пришел. Разрешите? Да, конечно. А вы всегда босиком ходите? А это вас не касается. Галейна. Очень приятно, Юра. Послушайте, я полдня на письма ответить не могу, из-за того, что интернет все время отваливается. Да я сам в шоке. Организаторы неплохо вложились в пиар, а на нормальной сети сэкономили. Мне это не касается. Ведь это ваша задача устранять неполадки, верно? Да. Галина, а что вы делаете сегодня вечером? Отошли все письма, отвечу на новые. А потом за мной заедет мой молодой человек, и мы пойдем гулять. Сколько вам нужно времени, чтобы все исправить? Все готово. Да? А, ну тогда дайте мне сесть за рабочее место. А, да. Что? Что? Алло, мам. Нет, не пришел твой Кузин. Нет, я не буду ему звонить. Хорошо. Вот это я не переживаю, мне на самом деле все равно. Угу. Давай. Пожалуйста. Знал бы, что тут такой бардак. Вообще бы не подписывался на это. Да ладно, нормальная подработка. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, привет. Да, уже закончили, сейчас будем. Хорошо, купим. Вика, что ли? Не дождется тебя никак? Сок надо купить. Угу. Смотри, какая. А, не нашего поля ягода. Пойдем. Да, подожди. Застряла, что ли? Слушай, купи сок, а я сейчас... Давай, давай, иди, давай, давай. Техподдержку вызывали? Слушайте, хороший капкан. Да, спасибо вам. Да. Так. Слушай, я не понимаю, как вы на них ходите? Как видите. Слушайте, это очень предусмотрительно. Вы всегда с собой ноете сменную обувь. Я в день по 12 километров хожу. Не могу я на каблуках. Ничего себе, я не знал, что риэлторы так много пешком ходят. А я и не риэлтор. Я экскурсовод. Тут я временно. Да? Слушайте, так я тоже тут подрабатываю. Так на самом деле я системный администратор в транспортной компании. Юра. Так я помню. Галя, я так плохо знаю город. Ну ладно, это была вторая попытка. Сок я купил. Здрасте. Петь, это Галя. Галя, это Петя. Познакомьтесь. Очень приятно. Она, кстати, не риэлтор, а экскурсовод. Че, мы идем? Галя, можно вас пригласить на день рождения к хорошему человеку? Вика, секретарь нашего офиса. Ну, а она вообще-то предпочитает, чтобы ее называли офис-менеджером. Ну, так что, Галя, пойдем. Вик, куда ставить? А, туда ставь, там разберется. Парни, за ноти. Викусь, Викусь, ну давай уже начинать. С утра я ничего не ел. Сейчас. Я Юре звонила, а они уже едут. О, хороша, хороша. Мне кажется, сегодня кое-кому придется проводить именинницу. Ну, да. Вот они, идут. Извини, завтра в здании. Привет. Ну, вы чего так долго? Извините, поздравляю. Спасибо. Вика, познакомься. Это Галя. Мы с ней вместе работали на выставке. Очень приятно. Извините, что без приглашения. Поздравляю. Спасибо. Вот сок. Галя, пойдем, я покажу тебе ролик, про который рассказывала. Да. Пойдем. Так, все к столу. Давайте начинать. Очень смешно. Ты давно тут работаешь? Года три. Ну, как переехал сюда, в столицу. А ты откуда? С юга. Ну, с маленького городка. А ты, наверное, родилась здесь? Да. Покажешь мне город? Да. Приходи ко мне на экскурсию. На экскурсию. Я хочу вдвоем. Многого ты хочешь сразу. Вика. Ну, ты чего? Как он мог? Мой день рождения. Ну, и плачу. Ну, ты муж на улице познакомился. Сегодня она есть, а завтра нет. А ты всегда здесь, рядом. Ну, Вика, ты только посмотри над ее. Вот, что он в ней нашел. В платье и в кроссовках. А давай сбежим. Так Вика обидится. Да. Да нет, Вика, Вика, она хорошая. Она все поймет. Вика. 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 Ну, это мой подъезд. Ты с родителями живешь? С мамой. Это она и риэлтор. А, понятно. А ты до конца выставки работаешь? Да. А ты? Нет, мы с Петькой договорились только на выходные. А у нас же основная работа. А можно я после работы завтра провожу тебя? Можно. А можно поцелуи сейчас? Нет. Я с мужчинами в первый день знакомств. Не целуюсь. Видеть тебя, я не пожалею ни о чем. За счастьем на газету мы идем. За тобой мы на земле плавимся в огне. Ты всегда в моих мечтах в небесах. И вновь раскрыла крыла, я лечу к тебе на взлетах. Я лечу к тебе на тьме во сне. Я так хочу сейчас видеть тебя. И я взлетаю к тебе, желая, Пока любовь с тобой ты навеки мой. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь вы еще не целовались. Юр, ну пошли за деньгами. Я быстро. Беги уже. Здравствуйте, Галочка. Николай, вы за крылья пришли? Да. Галочка, я очень виноват перед вами. Исчез с радаров, но готов исправиться. Вы мне обещали экскурсию по столице. Давайте завтра. Я просто послезавтра уезжаю. Чем-то могу помочь. Здрасте. Николай, познакомьтесь, это Юра. Это Николай. Хочет экскурсию заказать. Ах, экскурсию. Да. Но я вижу, что экскурсионный автобус несколько переполнен. Галочка, не смею вас задерживать. Передавайте огромный привет своей маме. Это кто? Это кураторы выставки. Я сейчас этому куратору. Так, тихо, тихо, тихо. Он тебя сейчас вообще не должен волновать. Что меня сейчас должно волновать? Ну как, что подумает моя мама? Юр! Я обаятельный, я всем мамам нравлюсь. Так, а вот и я. Мамка. Ой, Виер. Наконец-то. Я нам столько всего накупила, пойдем покажу. Успеем, отдохни. Я потом отдохну. Смотри, какая красота. Вау. Красота, нравится? Да. Бери себе. Ну что, наш Кузин не оправдал надежды? Мерзавец, а? Ну вообще, он пришел. Последний день выставки. Кофе предлагал попить. Так, так, это интересно. Мам, я хочу с собой поговорить. Рассказать кое-что. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, в общем-то, сейчас сама его увидишь. Кого? Мам, знакомься. Это Юра. Здрасте. То есть, на выставке вы подрабатывали? Ну, да. А, понятно. То есть, постоянно работы у вас нет? Ну, почему же? Мам, Юра работает системным администратором в крупной транспортной компании. Да? Понятно, понятно. А вы откуда приехали? Из коротичей. Маленький городок на юге. Ага. А в Москве я уже три года живу и работаю. Ясно, ясно. А родители чем занимаются? Мам, Юра сирота. Он уйдет дома. Ну, понятно, да. Вы меня извините. Надо пару звонков сделать. По-моему, я ей вообще не понравился. Ты чего? Все прошло даже лучше, чем я думала. Да? Да. Что ты про город не сказала? Просто я думаю, что с мамой сегодня новостей хватит. Но мы же едем. Ну, конечно. Ложимся на живот. Медленно поднимаем голову вверх. Выпрямляя руки, прогибаемся в спине. Хорошо. Сильнее прогиб. Не понимаю, что ты в нем нашла? Мам, он ухо хороший. Что в нем хорошего-то? Ну, красивый, добрый. А мы мешаем заниматься. Да? Выдвигаем грудь вперед, так, чтобы можно было почувствовать, как растягивается наш позвоночник. Кому это делать трудно, опираемся на локти и поднимаемся на локтях. Галь, 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 ну это человек не нашего круга. Мам, что за глупости? Медленно опускаемся вниз. Значит так, ты берешь отпуск, и мы едем в Италию. Там у тебя быстро голова на место встанет. Повторяем упражнение. Я уже взяла отпуск, и мы едем с Юрой в горы. Что? Милые дамы, может быть, вам стоит походить на аэробику? Мы будем ходить туда, куда хотим, не мешайте нам. Никаких в горы ты не поедешь. Галь, ты куда? В бассейн. Галь, вы за растяжку своей последите. Галя! Макс, ты слышал? Она собирается в горы ноги ломать. Мы даже путевки уже выкупили. Ты никуда не поедешь, я запрещаю. О, всем пока. Галь, у нас с тобой шопинг сегодня. Прости, у меня изменились планы. В моей жизни вообще произошли очень большие перемены. Было бы здорово, если бы ты это поняла. Все, всем пока. Ты это видишь? Это она назло мне делает. Ты сейчас как от вас говоришь. А ведь ты добрая мама. Не смей называть меня этой собачьей кличкой. Так, если я сейчас не перемерю полумагазина, я просто взорвусь. Ну что, идем покупать сноуборд, ботинки и все остальное. Нет, ну ты его видел? Видел. Недоразумение какое-то. Почему? Пацан как пацан. Вам очень хорошо. Да? Макс? Ее нравится. А вот это принесите на размер меньше. Но оно вам будет... Я знаю, как не будет. Она не будет с ним встречаться. Я не допущу. Кать, на самом деле это не тебе решать. Что она в нем нашла? Любовь тайна. Не знаешь, кто кого чем приворожил. Чертова химия! Как сказал? Приворожил? Приворожил. Набери Свету. Ой, Света, Света. Света! Давай, давай. Свет, а помнишь, мы однушку гадалки продали? Срочно ее телефон. Жду. Кать, ты что, гадалки собралась? Вот размер, который вы просили. Уже не надо. Вы что-нибудь будете брать? Буду. Макс? Я бы красное купил. Красное? Берем это. Здорово тут все это обустроили. Клиентам нравится. И много клиентов? Не жалуюсь. Многие хотят заглянуть в будущее, понять прошлое, узнать тайны бытия. Да, да, вот как раз давайте мы с вами тоже кое-что узнаем. Как вы работаете, Наталья? Я предпочитаю карты Таро. Только я, Натали. Отлично. Давайте, раскладывайте ваши карты. Что бы вы хотели узнать? Моя дочь Галя связалась не знамо с кем. Понятно. Маленькие детки, маленькие бедки. Тогда для начала сделаем простой расклад на взаимоотношения на пять карт. Почему пять? Почему так мало? Дело в гонораре? Нет. Вы можете выбрать любой расклад. Прогноз на отношения, зеркало судьбы – это когда все предопределено. Или треугольник, когда один не может выбрать другого. Вот. Давайте треугольник. Первая карта покажет нам того, кто выбирает. Выпала дама Пентаклей. Затем выкладываем линию мужчины, с которым она встречается. Затем выкладываем линию супруга. Какого еще супруга? Вы сказали, треугольник она не может выбрать. Ну да, только супруга нет. Она не может выбрать между мной и этим парнем. Вот как? Ну, вообще, тогда это другой расклад. Все нормально. Продолжайте. Тут я думаю, карты странные. И вот сюда вот три. Смотрите, первый ряд показывает нам мысли вашей дочери. Затем чувства и желания. И, наконец, чем все это закончится. Вот, давайте сразу, чем все это закончится, а то у меня нет времени. Ну, вообще-то так нельзя. Можно, можно. Давайте, давайте. Тройка мечей. Очень плохая карта. Это карта разрыва, ссор и скандалов. То есть Галя его бросит? Нет. Это между вами такой итог. А у них все прекрасно. Выпал старший аркан. Это очень хорошая карта. Знаете, я вот не это хотела услышать. Скажите мне, Наталья. Наталья. Скажите, вы можете сделать что-то реально, не знаю, отворожить, чтобы духу его не было? Грех ломать линию судьбы. А ломать судьбу девочки не грех? Послушайте, давайте я на вас погадаю. В вашей линии выпало столько интересных карт. Спасибо. Я свою линию знаю. Сама ее строила и иду по ней, куда хочу. А вот дочери свернуть с нужного дороги не дам. Может, вам к психоаналитику обратиться? Все-таки так вмешиваться в судьбу дочери, это как-то неправильно. А я бы вам со своей стороны посоветовала бы сменить профессию. Стать актрисой, например. Будьте есть по городам и селам концерты давать. Всего доброго, Наталья. Бедная девочка. Бедная Галя. Ну, погадала? Да вообще, эти суеверия надо запретить законодательством. Куда власти смотрят, не понимаю. Что, все так плохо? Да какие-то арканы, пентакли, прости господи. Ни в какие горы Галя не поедет. И никакого Юры! Послушай, Кать, ты же понимаешь, если Галя влюбилась, то никакие запреты не помогут. Да, ты прав. Надо поменять тактику. В смысле? А ничего. А у меня припасено в рукаве. Пару пентаклей. Мам! Мам, это я! Ты дома? Галь! Это ты? Мам, что случилось? Да вот, ногу сломала, как видишь. Когда? Как? В магазине. Суд на них подам. Господи, что врачи говорят? Ты Зоя Соломоновна мне звонила? Да чего ее бессолку тревожить? Она же терапевт. Ой, мне есть, сказали лежать. Ничего сделать не могу. У меня столько дел. Господи, мамочка бедная. Галюнь, приготовь что-нибудь. А или закажи, а то я с утра маковой росинки во рту не держала. Конечно, я сейчас. Спасибо. Спасибо тебе, дорогая Маша, чтобы я без тебя делала. Ты когда уезжаешь? Мам, ты что, какая поездка? Нет, Галь. Я не хочу, чтобы ты из-за меня отказывалась от отпуска. Я Макса попрошу мне помочь. Правда, не знаю, как мыться. Нет, так дело не пойдет. Подожди. Галя. Алло, Юр? Слушай, такое дело, мама ногу сломала. В магазине сегодня. Ну, конечно, в гипсе лежит. Нет, и это не вариант. Да, думаю, придется отменять. Один-один. Ну что, все? Что такое? Накрылись горы медным тазом. Кот вас сломала ногу. Кто сломала? Кот вас. Катерина Васильевна, мама Гали. Вот же. Переноси отпуск. Вообще-то, руководство меня предупредило, что график отпусков уже не меняется. Невезуха. Ничего. Потусим с Галей в городе. Так, сыр есть. Помидоры? Да. Фрукты? Есть. Ага, кефир? Да. Паста? Да. Рыба? Да. Творог забыли. Точно, творог. Давай творог купим на рынке у того мужика, которого в прошлый раз брали. Кто с бандитской рожей? Зато у него творог хороший. Ничего, нам не надо. Мама. А что ты как любая? Ты как любая? Ты как любая? Привет, проходи. Привет. Вы ушли? Ну, разумеется. Стоял бы я тут. Принес? Конечно. Пошли. Ой, хорошо. Моя блаженство какое. Ну, вообще, как ты? Ужасная я. Во-первых, этот бесконечный творог. Во-вторых, они все время целуются. Я думаю, что ничего не слышу. А я лежу, не могу прекратить это безобразие. Ну, может, надо было выбрать какую-то другую форму веча. Пятнами пойти, что ли? Света передала документы? Вот они. Давай. Как там они без меня? Нормально. Света рубит. Черт. Пришли, черт. Прибери. Вот тут. Мы же чай забыли. Мне не беда. Сейчас мы разбудимся, я сбегаю. Вот какой-то у меня. Какой? Самый хороший. Самый хороший. Так. Макс, зачем столько? Екатерина Васильевна попросила документы привезти. Ну, заехал, взял кое-что. Ага. Ну, и зря. Мама болеет, ей надо хорошо питаться. Да и у вас организма растущая. Угу. Юрка, что завез? А? А что делать? Ну, как? Ты же вроде хотел за чаем сбегать. А, да, точно. И мусор не забудь. Да, точно. Да, точно. Я быстро? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Петь, привет. О, привет. Все, кончился отпуск? Ага, нагулялся. Ну, как там ваш акад вас? Да ничего. Хотя, конечно, ты знаешь... Чего такое? Может, я параноик, но мне кажется, у меня с ногой все в порядке. В смысле? Ты понимаешь, она дверь закрывает, но внутренний замок, когда мы уходим. Потом костыли начинают сами гулять по квартире. Сама, здорово. Здорово. А с физиотерапией она приезжает в таком состоянии, как будто она только что с ресторана приехала. Ну, там еще помелось. То есть ты думаешь, что она притворилась больной, чтобы с Галей никуда не поехать? Да, да, да. Что-то вроде этого. Да. Ну, а ты Галя-то чего? А что Галя? Галя трясется над мамой. Ну, и потом, если я скажу об этом, меня же котлаз потом вообще на порог не пустит. Да точно. Заходи. Привет. Привет. А у нас гости? Макс. Нет-нет, Зоя Соломановна. Это наш семейный доктор. С детства меня наблюдает. Мама что-то горло заболела. Слушай, может я пойду? Нет-нет-нет, она очень хорошая. Пойдем, 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 пойдем. Зоя Соломановна, знакомьтесь, это Юра. Здравствуйте. Очень, очень приятно, Юра, очень приятно. Садись. Да как тебя так угораздило? А, съезд снова для тележек сделали, не заметила. А ты зрение давно проверяла? Да нормально все со зрением, просто съезд нужно обозначать. Ну да, ну да, ну да. Зоя Соломановна, скажите, а с горлом ничего серьезного? С горлышком? А, да нет, ну что вы, ничего страшного. Пополоскаете пару раз, и все пройдет, да. Но, хорошо, что вызвали. Я пойду, у меня еще два визита. Спасибо за чай. Сиди, сиди, Галочка, проводи меня. Да, конечно. Поправляйся. Спасибо, что пришли. Спасибо. До свидания, Юра. До свидания. Юра, а чай вот, вот так вот. Вас кто учил? Нянечка в детдоме, а что? Ну, в следующий раз, в приличных домах, постарайтесь так чай не пить. С нянечкой, пожалуйста, хоть и с горла. Нянечка давно умерла. Очень тяжело умирала. Без врачей. А зачем вы мне это рассказываете? Затем вы меня простите. А горло-то у вас по-настоящему болит? Или как с ногой? А это вы на что намекаете? Вас нянечка забыла научить хорошим манерам, что ли? Манерам, да. А научила, что врать нехорошо. Ах. Вы правду любите? Угу. Ну, тогда послушайте. Вы не пара моей дочери. И будет правильно, если вы сейчас встанете и уйдете из нашей жизни навсегда. Ой, ты куда? Домой, пока. Мама, а что случилось? Да он оскорбил меня. Лгу не назвал. Быть не может. Я сейчас. Галь, подожди! Юр! Юр, да подожди! Да что случилось? Что ты ей сказал? Да подожди ты! Я понимаю. Моя мама, конечно, не сахар. Но ты должен ее понять. Все-таки у нее сейчас серьезная травма. Ты хочешь знать, что я ей сказал? Конечно, хочу. Я сказал... Я сказал, что у нее не очень серьезная травма. Что она преувеличивает. Юр, ну зачем ты? Это же моя мама. Она меня одна поднимала. Понимаешь? Ты думаешь, мы всегда так жили? Нет. Она же все для меня. Галь, ну... Просто твоя мама, она не хочет, чтобы мы были вместе. И она готова ради этого... Ну, скажем так, на многое. Она просто за меня очень переживает. Понимаешь? Да я понимаю. Хорошо. Я буду сдержаннее. Спасибо. Просто ей нужно немножко времени, чтобы привыкнуть. Ну, если ты, конечно, готов ждать. Я готов. Галя, я готов ждать. Я тебя люблю. Я готов ждать всю жизнь. Ну, Макс, ты представляешь, этот мерзавец прямо мне в лицо сказал, что, мол, я не так уж и больна. Как тебе это нравится? А Галя что? Галя что? Побежал за ним, дурочка. Кать, ну чего ты кипятишься? На самом деле, здоровья у тебя ничего, дай бог каждому. А знаешь, вообще-то у меня гипс. И знаешь, как под ним кожа чешется? И этот творог бесконечный. Да, я тебя понимаю. Это очень непросто. Вообще, это не его дело. Это наши внутрисемейные дела. Хочу ноги ломаю, хочу руки ломаю. Мама! Господи, меня напугала Галя. Мама, а это что? Галя! Мама, ты меня обманула? Послушай! Это чтобы мы с Юрой в отпуск не поехали? Галя, это для твоего блага. У Юры отпуск пропал. Да при чем тут Юра? Ты хочешь променять мать на невесть кого? Да что значит променять? Я тебя люблю, но Юру я тоже люблю. И мы собираемся пожениться. Вот этому не бывать. Поздравляем! Ну, Горько! 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 Ура! 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 Слушай, а теща-то не на седьмом небе от счастья. Бедный Юрик. Ну, знаешь, хочешь посмотреть на свою жену через пять лет? Горько! Посмотри на его тещу. Катя, проснись. Дочь твоя замуж вышла. Ужас, ужас. Ну, не такой ужас. Смотри, молодой, красивый. Счастье. Где жить-то будет? Разобрались? Как где? У нас. Счастье-то привалило. Ну, хорошо. Дом большой. Есть за поэтчица. Давай, за дочь за твою. Горько! 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 Дура, вы там скоро? Да, сейчас, сейчас. Какой сейчас? Я опаздываю. Да, извините. Проходите. Почему вы в трусах? А в чем мне выходить? Голым, что ли? Это неприлично. Я не желаю это видеть. Ну, халата у меня нет. Вы стучите быстрее, быстрее. Там мокро. Ну, я же умылся. Ой, Катерина Васильевна, здравствуйте. Здравствуй, Алекс. Ой, какая сумочка. Класс. Из последней коллекции. Очень. Ну, как все прошло? Что именно? Ну, как? Вы же дочь замуж выдали. Я вам укладку делал. А, это? Да. Да, укладка действительно держалась сутки. А молодые как? С вами живут? Да, зять освоился по квартире в трусах ходит. Ой, Катерина Васильевна, знаете, анекдот? Почему мужчина ходит по дому в одних трусах? А это анекдот? Потому что им в двух жарко. Алекс, на минуту. Ой, извините. Да, что? Ты брал вчера краску из новой партии? Брал. А откуда я знаю, с какой она партии? Она новая. Она в коробке лежала. Ой, да не знаю, где она лежала. Что за претензии вообще? Потому что меня нужно спрашивать. И в журнале ставить отметку. А в туалет пойти мне тоже нужно разрешение спросить? И в журнале записать? Это моя работа. Мне краска нужна была. А следить за расходными материалами. Это моя работа. Так вот и следите, следите за этим. У меня вообще клиенты. Меня отвлекают по ерунде. Неспокойно что-то в датском королевстве? Извините, Катерина Васильевна. Да ну вы администратор. Ведет себя как начальница. А кто она вообще? Обслуживающий персонал. Я вообще с ней разговаривать не должен. А она меня полгорода знает. Просто выживает. Может, я с ней поговорю? Ой, нет, не надо, Катерина Васильевна. Может, я и правда уйду. Иногда нужны в жизни радикальные перемены. Да, как я вас понимаю. Ну что делать будем? Как обычно? Радикальные перемены, говоришь? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Вау. Мам, как ты решилась. Ты же сказала, что тебе нравится. Да, ну, просто непривычно. Юр, а тебе как? Очень необычно. Да, ну, хорошо, да. Может, мне тоже так, ну, там, покраситься в рыжий или зеленый? Нет. Ой, мне анекдот рассказали. Почему мужчина по дому ходит в одних трусах? А потому что в двух жарко. Слушайте, я не хожу в трусах. Я торопился. Вы же все время стучали в дверь. Халата у меня нет. А одежду я бросил в стирку. Спасибо за ужин. Пойду, пройдусь. Галь! Ну, что, на самом деле? Человек хочет прогуляться перед сном. Ну, что, вернулся твой прогульщик? Да. Вот чего вы все время ссоритесь. А что ты его все время защищаешь? Ну, он мой муж. А я твоя мать. Да. И вас обоих я очень люблю. И я тебя очень-очень люблю. Вот и не ссорься. Доброй ночи. И тебе добрый. Покайся, грешница! Ни за что! Вот как! Ну, я сейчас ее... Я сама... Катерина Васильевна, Катерина Васильевна, вы скоро там? Сейчас, сейчас. Вот прямо пару секунд. Иду. Просто мне уже пора на работу и вообще. Слушай, ты что, уже убегаешь, что ли? Да, я опаздываю. И вот, что я тебе скажу. Совмещенный санузел – это зло. Пока. Всем привет. Здорово. Что такое-то? Извини. Привет. Привет. Вик, отправишь с курьером? Давай. Ты чего такая злая? Да ничего. Сколько можно опаздывать? У него там медовый месяц никак не закончится. От меня начальство требует следить за дисциплиной. Ты про Юрку, что ли? Ой, да брось ты. Его и так теща заела совсем. Он Петьке каждый день жалуется. Да. Кстати, по статистике две трети всех разводов из-за тещи происходят. Так что… Мотай. Мотай на ус. Спасибо. Слышь, ты чего, зубы чистил? Да. Котва с утра купировала ванную. Пришлось по дороге покупать. Юра, слушай, от меня начальство, как от офис-менеджера требует, чтобы я записывала все опоздания. А… Ну, ты не переживай, я тебя прикрою. Вик, спасибо, ты прям настоящий друг. Слушай, что это у тебя? Где? Паста, что ли? Да, я помогу. Здесь? Угу. Ты постарайся не опаздывать, ладно? А то у нас тут очередной аврал надвигается. Всю внутреннюю сеть будем переустанавливать. Пусть зарплаты повышают, а то у вас собралов много, а денег мало. Ну, это не меня, а руководство выговариваете? Само там начальство где? Это мы с тобой опаздываем. А начальство оно задерживается. Да, да, да. СМЕХ Здравствуйте. Добрый день. Катерина Васильевна, вам очень идет. Спасибо. Неожиданно. Зайди ко мне. Бегу. Блондинки выглядят моложе. Хотя, черного кобеля не от мышь забила. Аня, давай не будем обсуждать человека за глаза. Извините. Макс. Добрый день. А я тебе пирожки напекла. Вот. Боложите меня. Чай, кофе. Чайку. Хорошо. Катя, прекрасная новость. Клиент готов внести залог за виллу. Слушай, отлично. Если все срастется, это дело нужно будет отметить. Конечно. Слушай, Катя, я знаешь, что хотела спросить? Когда я могу получить проценты? За сделку. Свет, странные вопросы. Деньги упадут, на счет ты получишь. А, ну да, хорошо. Я вообще-то… А, ну ладно. Слушай, ты не могла бы отпустить Макса на завтра? У меня мужу консультацию назначили. Ну, ты же знаешь, он колясочник. Само мне очень тяжело, а чужих не хочу просить. Можно? Ну, если нужно, да. Спасибо. Да, вопрос? Нет, я, конечно, не против, но я не понимаю, почему нужно было назначать консультацию именно сегодня, когда у меня весь день расписан. Катя, ну, это же не Света назначила консультацию, а доктора. Я не понимаю, зачем она его по врачам таскает. Только мучает. Сказали, надежды нет. Вообще непонятно, как он выжил после такой аварии. Ну, надежда, она всегда есть. Так не вовремя, у меня столько дел. А ты ее попроси. Что попросить? Ну, пусть тебя повозит. Знаешь что, я лучше сама. Кать, ну, дай ты парню шанс. Ну, надо как-то отношения налаживать. Вы семья, все-таки он зять, а? Хорошая у вас машина? Послушная. У меня тоже была машина, ну, правда, старая совсем. Я как получил права, так и купил Форд. Так он у меня рассыпался прямо на глаза. Еле продал потом. Ну, камера, не заметил. Вот понаставили же этих камер. А вы не волнуйтесь, мы и так еле едем. Ну, так ведь знак ограничения скорости. Скажите, а вы права у себя там в деревне получали? Да нет, почему в деревне? В коротечах. А, понятно. Что, вам понятно? Стиль вашего вождения понятен. А какой у меня стиль? Знаете, такой робкой. Как будто вы боитесь большого города. Вы считаете, я плохо вожу машину? Нет, почему же плохо? Очень хорошо. Очень. Просто пешком я дошла бы гораздо быстрее. А вы знаете, что бывает за превышение скорости? За опасное вождение, за не исключение поворотника Юрий Иванович? Да, извините, я очень спешил. Но виноват. А не пристегнутый пассажир, а не повиновение сотруднику? Я сразу остановился. Дудь отказываетесь. Я не отказываюсь. Ну, пройдемте в машину. Скажите, пожалуйста, а вот это все надолго? Будем оформлять. Очень серьезные нарушения. Понятно. А может, он еще и пьяный. Да я не пил. Экспертиза покажет. Будем оформлять. Все вы не пили на словах. А на деле, оказывается, совсем другое. У нее права есть? И что, просто взяла и уехала? Да. Шесть. Слушай, а полицейские-то что? Да что штраф? Да они ерунда. Котвас. Она меня чуть взглядом не сожгла. Я думаю, что она меня прям на месте убьет там. Юр, хочешь пиццу? О, спасибо, Вик. Я голоден, как волк. А я заказала, она такая большая оказалась. Угу. Спасибо. А мне можно кусать что-то? Конечно. Спасибо. Здоровья. Угу. Я реально, я боюсь идти домой. Галя с котвасом пошли на йогу. Они вернутся. Они меня, они меня живьем съедят. Уприди удар. Как? Купи торт. Они растают. Ну, нельзя обижаться на человека, который угощает торт. Закройте глаза. Представьте, что вы находитесь на море. Солнце уже зашло за горизонт. Волны медленно накатывают на берег. Каждая волна приносит вам новые силы. И забирает мысли, которые вас беспокоят. Он меня чуть не угробил, этот Юра. Мам, я себе даже представить не могу, чтобы Юра… Он псих. Было бы хорошо, если бы мне вообще права отобрали. Ваше дыхание глубокое. Волны, которые откатывают от берега, забирают все, что вас требует. Поехали со мной в Италию. Погуляем. Я не могу. Мы с Юрой едем покупать кровать. Вы решили купить мебель в мою квартиру и даже не посоветовались? В твою квартиру. Мам, может, мы все-таки будем жить отдельно? Вы можете потушить ваши свечи? У меня на них аллергия. А чем это у нас тут так вкусно пахнет? Я испек шарлотку. Мойте руки и садитесь. Фирменный рецепт. Я с сахаром и муку мерю скорлупками. Прекрасно. Этому вас тоже нянечка научила? Юрка, ты у меня такой молодец. Так, я, пожалуй, пас. Закажу себе роллы. Тебе, как обычно, с угрем? Нет, спасибо. Я шарлотку. Так, давай, рассказывай, что опять случилось. Галя, ну я виноват. Ну ей-богу. Она же меня все время подначивала. То я еду медленно, то я всех пропускаю. Ну, я и сорвался. Юрочка, ну пообещай, что больше сорваться просто не будешь. Ну, Галь, ну мне так стыдно. Я тебя все-таки заказала. А зачем? Я шарлотку ем. Нет, Галь, ты не ешь. Ты травишься. Я вообще не понимаю, как можно мучной сахар после йоги. А, по-моему, лучше муки с сахаром рубануть, чем эти ваши роллы с инвазиями. В чем просите? Так листами. Знаете, это уже слишком. Вообще за гранью. Ты глянь. Какой комод. И кресло. И столик. Слушай, вот когда мы переедем, я хочу вот мебель в таком стиле. Да. Только неизвестно, когда это будет. Юр. А как тебе эта кровать? Вроде мягкая. Я не люблю, когда мягкая. Ну, мы, в принципе, можем и другой матрас подобрать. А если прилечь? Да, пожалуйста. Угу. Та-дам. Ах! Да нормальный матрас. Угу. Юр, а давай сегодня вечером посмотрим условия по ипотеке? Ну, это каторга. Угу. Очень удобно. Извините, как вам кровать? Нам очень понравилось. Да, очень. Наверное, ее и возьмем. А можно мы еще подумаем? Да, пожалуйста. Здрасте. Галя. Юр, деньги есть. Галя, я не смогу спать на этой кровати. Давай я сам подберу. Юра? В интернет-магазин. Ну, пойдем. Ну, я хорошую. Я возьму хорошую кровать. Очень хорошую. Намного… Извините, Даша. Намного лучше, чем это, честное слово. Да? Ну, ладно. Что это? Матрас хороший. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ага. Слушайте, это все в лифт-то влезет? Ну, это я не знаю. У вас доставка до подъезда. Как до подъезда? Чего нас не предупредили? Ну, сейчас все это сами потащим? Не знаю. У нас подъемный этаж оплачивается отдельно. И сколько это будет стоить? Ну… А лифт грузовой? Нет. Ну, тогда за каждый этаж. Матрас пассажирский. Не влезет. Есть. Подожди, Галь. Вот ты что, не видишь? Этот человек ну просто разводит на деньги, а? Послушайте, у меня в наряде записано – доставка до подъезда. Не хотите до квартиры? Не надо. И не надо. Юр, а ты уверен? Абсолютно. А это долго будет продолжаться? Мам, подожди, пожалуйста. Юр, давай его сложим. Да подожди, там пружины. Давай так. Нет, я вот одного не понимаю, почему это нужно было делать в день моего отъезда? Потому что у Юры сегодня единственный выходной. Юра, ты можешь толкать. Господи, а? Подожди. Алло. Да, Свет. Да вот, выезжаю, да. Нет, значит, пока меня нет, держи связь с питерским отделением. Ты поняла? Подожди. Юра, вы не слышите, в дверь звонят. Ну, откройте. Сейчас. Подожди, говорю, да. Привет, молодежь. Что это у вас здесь происходит? Макс, бога ради, помоги втащить этот чертов матрас. А, кровать. Краеугольный момент счастливой семейной жизни. Три-четыре. Взяли. Вот так. Слава богу. Машина? Машина, машина. Все, пока, Галь. Пока. Квартиру без меня не спалите. Свет, ты еще здесь? Да мы выезжаем. А ты все поняла? Хорошо. Счастливого пути. Ну что, уехала? Ага, уехали. Свет, а чего я так от вас тебя с собой не взяла? Это ж твой клиент. Так, во-первых, не кот вас, а Катерин Василь. А во-вторых, не мой, а нашей фирмы. Понятно? И... Макс тоже с ней поехал? Ну куда ж она без него? Вань. Вань, ты чего? Ань, ну так нельзя, ну ты что? Как так? Ань, ну он же намного старше тебя. Ты что? Ну что, ну найди себе какого-нибудь сверстника. Да сдались мне эти ваши сверстники! Идиоты, они все! Я ничего не понимаю. Я все делаю правильно. Ну, значит не все. Вот, я делаю как написано здесь, по схеме, все по схеме. А, тихо-тихо, ты главное успокойся. Чертова деревяшка! Я тебе говорил, надо было заказывать эту сборку. Так. Юр, давай так, сегодня мы поспим на маминой кровати, а завтра уже... А, чтобы меня потом напал нам? А вот зачем ты так? Ты хочешь сказать, что твоя мама, она образец справедливого отношения к людям? Знаешь, моя мама, конечно, не сахар. Но она не виновата, что ты кровать собрать не в состоянии. Пойду прогуляюсь. Да ну иди! Самое время! Давай! Давай! Блин! Тихо! 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 А, тихо! А, тихо! В чемпида? Тихо! Тихо! Хanicо! Тихо! Ты кто? Выгнали, да? Стелл, будку не по схеме собрала. Ты кто? Выгнали, да? Стелл, будку не по схеме собрала. Эх, и что мне с тобой делать? Да. Да, я согласен. Прости меня. Да, сейчас буду. Только я, похоже, не один приду. Ничего. Прошусь. Пока. Вот. Ой, ты господи, какая... Чё у меня? Ты чей? Это девочка. Ой. Представляешь, увязалась за мной. Наверное, надо объявление по району развесить, да? Да, обязательно. А сначала в ванную. Может, покормим сначала? Нет-нет-нет, сначала в ванную. Угу. Давай. Так, в соцсетях мы разместили уже. Теперь вот развеси. Так, я помогу. Спасибо. Держи. Что это? Что это? Да вот, Вика, представляешь, нашли вчера. Какой хорошенький. Хорошенькая. Это девочка. А что себе не оставишь? Ну, я не один живу. Понятно. Бедная собачка. Это что такое? Собачка. Да я вижу, что собачка. Откуда она здесь? Сейчас молодежь придет, расскажет. Тебя как звать? Мам, ну это временно. Мы ищем ей новых хозяев. А вы хотя бы проверили ее? Здоровая она. Да, мы ее полностью обследовали, проглистовали. Это ваша любимая тема, да? Вау. Ей богу, ну как малые дети. Ладно, хватит. Давайте. Разбирать подарки. Спасибо. Это тоже тебе. Это вам. Ну, держите. Это тоже вам. Спасибо. Подойдет. Галь. Какая крутая сумка, мам. Юра, ты глянь. Ну, что, все время падает все. Спасибо большое. Пожалуйста. Что, в евро цена? Ничего себе. Как можно такие деньги за такую сумку отдавать? Ну, это мои деньги, правда? Вы, Юрий, на свою зарплату будете покупать Гале другие подарки. Подешевле. Юра, это просто очень дорогой бренд. Понятно. Пойду-ка с Чуней погуляю. С кем? Чуня? Что за имя такое? Ну, надо же ее было как-то называть, правильно? Юра, подожди, я с тобой. Мам, сумка отпад. А то я не знаю. Я не понимаю, что такое у вас особенно в этой сумке? Почему она такая дорогая? Ну, это ружная работа и вообще очень известная дорогая фирма. Я не хочу, чтобы ты с такой ходила. Юра, у меня сумки и подороже есть. Может, мне их всех выкинуть? Тогда не носи их, тогда я с тобой. Но я не подхожу к ним, я в другой ценовой категории. Юр, ну вот что ты такое говоришь? Ну, просто мне иногда кажется, что твоя мама, она с другой планеты. Она не видит, как живут другие люди. Моя мама заработала свои деньги честным трудом. Ты даже не представляешь, сколько она впахивает. А смысл, чтобы покупать сумочки по цене трех моих зарплат? Это ее деньги. Как она их хочет, так она их и тратит. Понял? Понял. Ее не устраивает моя зарплата. Здравствуйте. Ну что, так и не удалось пристроить собаку? Нет, никак. Да я вот это вот тоже пристраивала. Сидеть, говорю. Пристраивала, пристраивала. Даже в какой-то момент приют отвела. А на следующий день побежала и домой забрала. Второй год усмел. А вы ее тоже нашли? Соседа собака. Сосед помер, а этого вот не с кем было оставить. Не даду. 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 Бедненький спокойный. Да где бедный-то? Бедный это я. Весь дома поджог. Ну, удачи вам. Спасибо. Пошли. Рядом, Даша. Рядом. Пошли. Пошли. Никому не отдам. Может, скандал будет? Все равно не отдам. По-моему, перед отъездом я дала вам четкие распоряжения. Оставила нужные координаты. Послать цветы по двум адресам. Забрать подарок, который я лично выбрала. Послать курьера. Почему вы ничего не сделали? Простите, я забыла. Записывать надо, если голова дырявая. Екатерина Васильевна, если мы не хотим попасть в пробку, нам пора ехать. Да, поехали. Кто вам вообще сказал, что вы секретарь? Вы в Макдональдсе работать не пробовали? Вот попробуйте. Спасибо. Кать, ну что ты как с цепи сорвалась? На девчонку накричала? Ну что ты ее защищаешь? Обидно. На ровном месте огребла. Во-первых, не на ровном. Она не выполнила распоряжение начальника. Во-вторых, ну да, сорвалась. Потому что на работе, черт знает что-то, дома тоже. А дома-то что? Сначала она завела этого Юру нелепого, теперь собаку. Ну, собака – это временно. Кать, все будет хорошо. Ну, ладно. Когда вы ее сдадите? Мам, нам надо поговорить. Ты только не расстраивайся, но мы с Юрой хотим оставить Чуню. Почему-то меня это не удивляет. Мам, ну ты просто посмотри, какая она славная. И мы всегда с Юрой мечтали завести собачку. Всегда мечтали? Правда? Мечтали. Только я вот об этом не мечтала. Вот ни разу не мечтала. Катерина Васильевна, поверьте, она не доставит вам хлопот. Мам, надо поговорить, так нельзя. И что теперь делать? Что? Я ее уговорю. А вот так вот. Можно? Ну, конечно, вам блевать. Это же всего мой подарок, правда? Мамочка, мне очень жаль. Просто Чуня, она играть хочет, а поэтому на все хватается. Значит так, мои дорогие. Хотите собак заводить? Пожалуйста. Хотите кормить их итальянскими сумками? Пожалуйста. Но не в моем доме. И что теперь? Ищем комнату. А что не квартиру? Квартиру мы не потянем. А нам нужно обязательно в центре загаленной работы. Да, не было у бабы заботы. Купила бабу Парась. Слушай, ты знаешь, на самом деле я рад. Лучше жить с чужими людьми, чем с такими своими. Олен. Привет. Привет. Юр, скажи, ты можешь сегодня отпроситься с работы? В принципе, могу. А что? Помнишь вариант, который мы смотрели возле парка? Да. Ну вот. Хозяйка сказала, что может показать сегодня днем. Отлично. Сейчас отпрошусь. Да? Здорово. Все. Целую. Петь. Иди. Прикрой. Юр, стяжки дай. А. Петька, спасибо. Спас. Ну вот. Коридор у нас большой. Да. Ну, ремонт сделаем. Вообще хорошо будет. Ты что, пойдете мне в комнату? Да. Ну вот. Эта комната свободна. Угу. Вроде ничего. А вас предупредили, что мы с собакой? Да мне все равно. Главное платите вовремя. А кто во второй комнате живет? Замечательные люди. Муж, жена, без детей. Ну, что думаете? Берете? А мы можем завтра ответить? Как хотите. Но только после вас еще два человека, и они очень заинтересованы. А. Мне надо позвонить. Звоните. Далеко не расходимся. Через пять минут будет автобус. Ну что, посмотрел? Да. Вроде все как на фото. Ну и как? Тебе нравится? Нормально. Только хозяйка говорит, что надо решать сейчас. Ну так реши. Как? Без тебя? Ну а то, а? А то тебе что, так надо пройтись. Галь. Что, Галя? Хорошо. Я решил. Берем. Ну и здорово. Все. Тогда до вечера. Целую. И я тебя. Пока. Берем. Ну, присядем на дорожку. Так, сидеть. Ну что, поехали? Подожди. Мама, мы все. Ничего не забыли? Да нет, вроде. Если что, вернемся. Удачи вам на новом месте. Спасибо. Ну вот. Вот это наш коридор. Большой. Там наша кухня. Вот там наша комната. Ага. Вот. А хозяйка сказала, что скоро сделает ремонт. А я ему говорю, да пошел ты! О! А это что за кабыздок? Ага. 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 Юр. Соседи наши дома. Сидеть, сидеть. Дай лапу. Дай лапу. Дай лапу. Не дает лапу. Здрасте. Добрый день. Соседи, давайте, так сказать, за встречу. Тоня, рюмочку. Нет, спасибо, мы не будем. Не будем? Ты что, не мужик, что ли? А ну, давай, садись. Тонечка, подрежь колбаски еще. Собака, а это тебе. Не кормите, пожалуйста, собаку. Я ем, а ей что, западло, что ли? Трезгуете? А кто вам разрешил собаку в дом приводить? Вы нашего разрешения спросили? Вась, да сядь ты уже. Чего сядь? Я от чистого сердца. Я понимаю, от чистого сердца. А что она тут гадить будет? Мы столько лет живем, я себе ничего не позволю. Вася, успокойся, успокойся. Они должны, как люди, спросить меня и тебя. И это наши соседи? Ну, получается, да. Ты почему хозяйки не спросила? О них нельзя было соглашаться, пока не увидели соседей. Галя, это надо было сразу, быстро решать. Ясно. Значит, хозяйка тебя просто развела. И что, я виноват. Я тут не останусь, Юр. Гаш, ну, успокойся. Мы завтра же отсюда уедем. Нет, 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 Юр. Мы уедем не завтра, мы уедем сейчас. Прямо сейчас. Галя, ну, куда мы сейчас на ночь? Ну, куда? С собакой, с вещами. Ну, куда? Ну, не плачь, не плачь. Ладно. Ну, завтра прям с самого утра. Конечно. С собакой, с кем-то, 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 кем-то. С собакой, с кем-то, 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 кем-то. С собакой, с кем-то, 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 кем-то. Ну что, звоним к хозяйке? Ну да. А с кроватью как? Да пусть вычитесь за лоба. Хотя это рухлить, она ничего не стоит. К маме? Ну, а куда еще? Ну, будем высыхать. Доброе утро. Доброе. Вот, угощайтесь. Спасибо, мы не голодные. Вы ешьте, ешьте. Что вы чай-то пустой гоняете? Я Тоня. Очень приятно. Я Галя, а это мой муж Юра. Вы, вы на Василия моего не обижайтесь, а? Он таксист. Просто его вчера клиент обманул. На десять тысяч наездил и сбежал. Ну, вот он и расстроился. А так он очень хороший мужик, правда? А, соседи? Ну, это. Тонечка, где у нас рассол? В холодильнике. Ой, а что вас так грохнуло посреди ночи? А, да, это кровать сломалась. Ну, старая совсем. А, Вась! Че? Починишь? Че починь? Кровать сломалась. А, посмотрю после смены. Вы не думайте, у него руки золотые. Ну, поешьте, ешьте. Блинчики-то вкусные. Слушай, она хорошая. И Василий этот вроде проспался. Вообще, если он таксист, то он по определению много пить не может. Угу. Так что, остаемся? Слушай, давай попробуем. Ну, на месяц. Ммм, обалдеть, какие вкусные блины. Вот от тёщи таких не дождёшься. Зато моя мама хороша в другом. Угу. Чё, а не? Ну-ка. Здрасте. Привет. Привет. Ну, что там опять? Кать, у нас кошмар. Помнишь квартиру около университета? Которую сегодня купили? Да. Клиентке разонравилась. Пусть продаёт. Она хочет вернуть. Или обменять. Кать, там клиника. А я, значит, доктор. Да? Ладно, кто там в анамнезе? Лакеева Татьяна Васильевна. Прокурор, правда, бывший, но ты же понимаешь, да? Пойдём, осмотрим пациента. Пойдём. Мне эта квартира не подошла. Чем именно? Во-первых, напротив строят магазин. Шум. Рабочих нагнали. А во-вторых, в этом доме уже третий месяц меняют лифт. Ну, а мы тут при чём? Как это при чём? Тюхали мне эту квартиру. О планах строительства магазина не предупредили. Верните мне мои деньги. Хорошо. Мы продадим вашу квартиру в максимально короткие сроки. Свет, посмотри там в базе всех, кто хотел купить квартиру. Дай мне. А у вас что, своих денег вернуть мне нет? Сейчас, одну секунду. Добрый день, агентство Катерина. Да. У меня для вас прекрасная новость. Помните, вы смотрели квартиру? Да. Она свободна. Да. Нет, цена выросла. На 700. Ну, во-первых, инфляция. Во-вторых, в доме новые лифты. Магазины в шаговой доступности. Да? Ну, я рада. С вами свяжется мой помощник. Свет, проводи, пожалуйста, даму к менеджеру, который будет заниматься сделкой. Подождите. А почему цена выше? Ну, агентство должно компенсировать расходы по новой сделке. Ага. То есть вы вот так просто позвонили и столько себе в карман положили? Что значит просто? Это наша клиентская база. И, разумеется, квартира с новыми лифтами и магазинами в шаговой доступности выросла в цене. Какая наглость. Надуть меня решили во второй раз? Это бизнес. Да пошла ты со своим бизнесом. Умная какая, нашлась. Ничего я вам продавать не буду. Во. Браво. Высший пилотаж. Слушай, а кому ты звонила из этого списка? Кому-кому. Галке звонила. Да ладно. Да. Мы с ней договорились. Если мама будет звонить и нести всякую чушь, отвечать так же. Галюнь, привет. Да, спасибо тебе большое. Все нормально. А, мы сегодня на фуршеты идем. Пойдешь с нами? Ну, ладно. Давай, пока. Слушай, Катя, я забыла тебя предупредить. Я не смогу с тобой пойти. У меня консультация врача. Ну, Света, я что, одна, что ли, пойду? Ну, я так не люблю. Ну, Макса возьми. Я с водителем? Что такого? Красивый, умный мужчина. Сексуальный. Макс. А что? Анечка наша аж светится вся, когда его видят. Говорят, сверстники идиоты, а Макс настоящий мужчина. Фирожки ему печет. А он что? А он ест. Кать, ты что, правда не видишь, что он в тебя влюблен? Ну, сними уже темные очки-то. Тьф. Кать, у меня что, грязь на лице? Нет. Макс, а почему ты второй раз не женился? Честно говоря, я женился. Потом и опять развелся. А это правда, что у тебя роман с Аней? Ты бога побойся. Она мне в дочери годится. Ну, это ж не проблема. Кать, возьми себя в руки. Ладно, проехали. А тебе нравится, как Мярикс покрасил? Конечно. Но, если честно, брюнеткой тебе было лучше. Ой, прям тебя забыли спросить. Ну, все-таки спросила ведь. Ой, классные ботильоны. И шарфик тебе очень идет. Всегда носи этот свет, слышишь? Екатерина Васильевна, здравствуйте. Как всегда, очаровательная. Здравствуй, Алекс. Здравствуйте. Ну что, я пошла? Давай. Краску тебе заказала. Муа. Ты прелесть. Спасибо. До свидания. До свидания. Я смотрю, вы увольняться придумали? Знаете, да. Ой, столкнулся тут с ней на одной тусовочке. Оказалось, просто душка. Мы теперь просто с ней лучшие друзья. А как же вы говорили, обслуживающий персонал? Ой. Да я вообще очень демократичный человек. Вообще, Екатерина Васильевна, демократия – это тренд. Ага. Слушайте, а у меня одна подруга с водителем встречается. Водитель? Персональный водитель? Ты же практически телохранитель. Как в этом фильме с Кевином Костером, помните? Не очень. Ну как? Ну, он там, Суитни Хьюстон. Жалко, конечно, ее бедняжку. Но он-то какой-то, да? Он сначала вроде серая мышь, а потом так раскрылся, да? И вот эта сцена с вуалью, с саблей, помните? Нет. Ну как? У нее сабля, шарфик. И так. Очень сексуально. Да. Определенно. Ну что делать будем, Екатерина Васильевна? Освежим? Или продолжим экспериментировать? Значит так, сейчас домой, а потом еще банкет. Помнишь? Помню. Со мной пойдешь? В смысле? Костюм поприличнее надень. Ага. Ну что стоишь, поехали. О, уже стемнело. Да. Долго тебе еще возиться? Не знаю, не летят и летят. Вик, спасибо, что ты помогаешь мне. Пока, до завтра. Счастливо. Ну, мне даже как-то неудобно. Чуня! Ты откуда? Колчонок. Не ожидал? Не. Вот решили тебя встретить. И? Здрасте. Здравствуйте. Ну, я, пожалуй, пойду. Да, спасибо. Пока, спасибо, Вика. Чуня, может, может, ух. Тоже допозднать сидеть? Да, она мне очень помогает. С чем же? Она же секретарь. Ну, она там с старыми базами. Вообще, еду мне заказывает. Надо просто попросить начальства, чтобы она выписала ей премию. Премию? Да. Йорк, вот ты серьезно не понимаешь, почему она с тобой допоздна сидит? Ты же ей нравишься. Галь, ты что? Она мой друг. Нет, Йорк, не друг. Я прекрасно помню, как она на тебя смотрела в свой день рождения. Да и вообще не стоило меня приглашать к девушке, с которой у тебя что-то было. Да не было у меня ничего с ней. Йорк, какой же ты у меня бегемот. Почему? Потому что могу съесть 60 килограмм травы? Нет, потому что толстокожий, не чувствуешь ничего. Я чувствую, что я сейчас съем бегемота. Там Тоня случайно ничего не приготовила? Да, случайно не приготовила. Ну, тогда к тещи еще и на блины. Вообще-то я приготовила. Хорош, костюм откуда? В Италии купил, когда ездили в Виллоджи клиента смотреть. А я где была? Белье выбирала. Пойдем. Ты у тебя же на манеже. Петрова, Калмогоров, Хачатурян с новенькой. А кто это с Илюшиной? Это Кутепов. Вернулся на прошлой неделе. Кстати, искал тебя. Собирается все продать. Уезжает за границу. Все-то ты знаешь. Прям как наша Аня. Работа такая. Катюшенька. Ой, Миша. Катюша, рада тебя видеть. Я вообще сюда только ради тебя пришла. И моя рыбонька. Представишь нам своего спутника? Да, Максим, мой коллега, Михаил, Людмила. Угу, очень приятно. Максим. Катюшенька, а ты Кутепова не видела? Видела он. Вот он. Там, да. Угу. Пойду с ним перетру. Я не думаю. Я принесу шампанского. Катя, какой мужчина. Да брось ты. Ай, не то что мой. Про нас слышала уж. Все знают. Нет, а что? Ты связался с какой-то соплей. А она мне фотки с ним прислала с придурком. Да ладно. Ой, я уж хотела на развод подавать. Ну, уговорил. Сказал, что больше не плакал даже. Ой, да ну его. Ты же дочку замуж выдала, да? Да? Ну, давай, давай, рассказывай, рассказывай. Кто у нас муж? Ну, не волшебник. Ну, да это и не важно. Они счастливы? Дамы. Спасибо. Шампанское. Как же хорошо, что мы уехали. Еще шампанского. Так. Юра. А? Юра, я должна тебе кое в чем признаться. Молилась ли ты на ночь без демона? Нет, на этот раз от Элла выступаю я. Я очень ревную к этой твоей Вике. Да что ж такое? Что такое? Я прекрасно вижу, как она на тебя смотрит. Ну, тем более женщина. Я понимаю, что это... Галя, послушай, для меня никакой другой женщины, кроме тебя, просто не существует. Ну, я это, освободился. Что, кровать сломали? Ну, дурное дело не хитрое. А, спасибо. Ладно, потом отблагодарите. Так. Ну, здесь мы на гексапирид посадим. О, зверя не клей. А тут саморезами подтянем. Ну, и ломайте еще лет десять. Василий, простите, мы сейчас... Ты что сидишь? Давай, помогай. Ломать не строить. Пойдем, покормлю тебя. На, удержи. Ой, Кать, и где ты таких мужиков берешь? Не то, что мой. Люсь, ну, ты же знал, что Миша у тебя, ну... Гуляет направо налево. Знал, конечно. Ну, знаешь, после этих фотографий... Как так гадко стало? Стыдно, понимаешь? Да понимаю. Люсь, ты прости меня. Да ладно, Кать, перестань. Все знали, чего уж там. Кстати, чуть не забыла. Что? К нам же американцы приехали. Ну? Мы хотели им показать достопримечательности. Твоя Галя подработать не хочет? А я спрошу. Да? Ух ты! А это кто? Кузин-младший. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой халюсенький. Люсь. Что? Что? Катерина Васильевна, сколько лет, сколько зим. Здравствуйте, Николай. Не желаете ли выпить со мной? С удовольствием. Отлично. Здравствуйте. Рассказывайте, как дела у вашей дочки? Замуж вышла. Ммм, какая умница, а вы? А что я? Я, слава богу, свободный человек. Класс. Это стиль. Это я понимаю. Знаете, Катерина Васильевна, таких как вы, по пальцам. Но вокруг одни пустышки дутые. Курица. А вы, вы настоящая. Да нет, Николай, просто девушки, которые вьются вокруг вас, слишком молоды. Поможете мне кое-что продать? Конечно. Звоните в любое время дня и ночи. Ночи? Ну, это я так фигурально. Ночью надо спать. Конечно. Но иногда ведь не спится. Материна Васильевна. Максим, мой коллега и друг. А, очень приятно. К сожалению, вынужден удалиться. О, бегу. Дела. Стой. Ты уверен? Я уже ни в чем не уверена. Ну, ты завтра на нее уже можно будет лежать? Да. Завтра можно будет проявить ее на прочность. Да? Угу. И хочешь сказать, ты сам ему помогал? О, я постиг тайны. Я даже знаю теперь, что такое заподлицо. А что ты еще знаешь? Сейчас узнаю. Отлично погуляли. Поднимешься? Твоя сумочка. Спасибо. Ты много выпила? Правильный ответ. девочки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Алло? Дочь, это ты? Это я. Кто же еще? Я вернулась с фуршета. Куда ты со мной не пошла. Не могла. Дочь, я была там с Максом. Молодец, здорово. Макс клевый, мне он нравится. Да? А тебе не кажется, что он похож на Кевина Костнера? На кого? Из телохранителя. Фильм такой. А, я и не смотрела. Вон молодежь пошла. Обязательно посмотри. Потом расскажешь. Хорошо. Мам? Доброй ночи. Судя по всему, твоя мама опять была на физиотерапии. Так, хватит. В общем, физиотерапия. Терапия. А Кевина Костнера-то о чем? Не знаю. Мама говорит, Макс на него похож. Эх. Вот хорошо быть хозяйкой своего бизнеса, да? Хочешь, вечером как следует на физиотерапию сходишь. А потом на следующий день на работу не пойдешь. Между прочим, мама обязательно пойдет на работу и будет как огурчик. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Макса помочь мне принтер забрать из мастерской. Чему они без заставки работают? Ну, мы договорились, что сами заберем. Хорошо. Спасибо. Как дятел? Стучи-то стучи своими каблуками. Не умеет носить, пусть не носит. Вчера две чашки разбила. Письма через одно отправляют. Мы же уволим ее? Кать, ты честно мне не ревнуешь, что я к Максу? Свет, ты говори, да не заговаривайся. Макс мой водитель. И что? Главное, чтобы человек был хороший. Свет, мы, конечно, подруги, но не до такой степени, чтобы обсуждать мою личную жизнь. Ну, извини. Я просто хотела сказать, что ты достойна самого лучшего. И Макс тоже. Юра. А ты сегодня как? Опять допоздна? Слушай, Вик, я даже не знаю, сегодня теща должна в гости приехать. А что? Да у меня нот, похоже, совсем накрывается. Ой, Вик, сейчас вообще никак. Ну, давай я на выходные возьму домой, посмотрю. Давай. Спасибо. Ты лучший. Ой, смотри, ты испачкался. Ну, че? Стой. Да брось, я в офисе выставлю. Ну, подожди, я почти все. Макс, а что ты на выходные делаешь? Как обычно, на рыбалку еду. А возьми меня с собой. Зачем сейчас со мной на рыбалку? Ань, вокруг полно ребят. Хватай любого, иду на дискотеку. Да не нужны мне никакие ребята. Мне ты нужен. Ань, ты чего? Я тебя люблю. Ну, бог там, а. Слушай сюда. Ты правда очень хорошая и красивая девушка. Но чтоб я этих слов больше не слышал. Ясно? Ну, ты хотя бы попробуй вдруг. Вытри слезы. Приведи себя в порядок. Я знаю. Ты как от вас любишь. Только ты ей совсем не нужен. Ей никто не нужен. Она злая. Пожалуйста, Ань. Не называй ее так. Хорошо? Ты ведь про нее ничего не знаешь? Договорились? Держи. Настроение лучше будет. Багажник закрой. Принтер привез? Молодец. Молодец. Поехали. Не надо. Не забывайся, пожалуйста. Я твой начальник. Ты мой водитель и все. Я тебя сегодня отпускаю. Иди. Иди. Заходи. Привет. Привет. А Макс где? В машине, что ли? Пусть заходит. Макса я отпустила. А. Ну, ясно. Давай-давай. Спасибо. Проходи. Ага. Пойдем, пойдем, пойдем. Вот, это наша комната. Ну, в общем, так я себе это и представляла. А соседи кто? Ой, соседи у нас очень хорошие. Там мы с женой. То не пекарь, а Василий таксист. Кровать нам починил. А, это называется починил? Ну, она сохнет после клея. А так Юрка придет, матрас положит и... А Юра до сих пор на работе отсиживается. Ну, у него врал. Пойдем, чай попьем. Ну, там просто в компании все меняют. Юрка за это отвечает. Ну, да, понятно. А потом они уходят от жен к секретаршам. Мам, ну, не у всех так, как у тебя с папой. Галь, послушай. Женщины, которые сидят дома и ждут, мужчины мне интересны. Ну, вот почему ты думаешь, все романы крутят на работе? Юра ничего не крутит. Давай лучше расскажи, что это за история про Ковина Костнера? А, ну, что... Ну, что-то мама выпила. Вот собака укусила. Ах ты, гадина, пришибу. Василий, Чуня. На живодерню сдали. А ну, руки убрал. Я сейчас тебя с самого на живодерню сдам. Ты кто? Да что ты творишь? Ты же сам ее дразнил. Ну-ка, пойдем. Пойдем. Ого, укусила. Иди, иди. Зверюга проклятая. Простите. Тихо, 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 тихо. Да. Прекрасные, Галя, соседи. Галя, что за жизнь ты себе выбрала? А главное, зачем? Ну, неужели твой Юрой этого стоит? Да при чем тут Юра? Всем привет. Извините, что опоздал. Что случилось? Да ничего не случилось. Вот это, Юрий, слезы счастья и благодарности. За ту жизнь, которую вы ей обеспечили. Да что случилось-то? Просто Юня, она укусила Василия. А он напился опять. Галя, ну ладно, ну, давай съезжать тогда. Боюсь, что он меня вообще убьет. Ребята, значит так, я домой. Галь, ты в следующий раз, когда он будет тебе вешать лапшу по поводу там цвитноты и ЧП на работе, спроси, откуда у него следы губной помады. Вот. Вот тут и там. Угу. Всего доброго. А, правда? Да, это полная ерунда. Это Вика. Что, не идти и погулять? Вика. Галь, да она просто из благодарности. Я обещал ей починить ноутбук. А, боюсь представить, как она себя отблагодарит, когда ты его все-таки починишь. Галя, да я тебе говорил, что у нас ничего не может быть. Ну, сто раз. Галя, ну. Да не трогай меня. Почему? Я должен всегда оправдываться. Я ни в чем не виноват. Ты не виноват, да? Может быть, это я виновата, что я здесь постоянно одна торчу. А ты мало того, что не можешь сказать нет своему начальству, так еще и возвращаешься весь в помаде. Галя, ну я не могу по-другому. Ну, меня уволят. Чем мы будем платить за квартиру? То есть, это все ради денег? Да. А, хорошо, Юр. Если нам так нужны деньги, тогда я поеду в командировку. А ты тут крутись, как знаешь. Может быть, тебе Вика поможет. Да при чем? Так, я не понял. Командировку зачем? Ну, как зачем, Юр? Нам же деньги нужны, правильно? Вот. Я уеду и заработаю столько, сколько ты за два месяца зарабатываешь. Ага. Ну, хорошо. Делай, как хочешь. А, так, что надо сделать-то? А, кровать собрать. Собирай только, спать-то я и буду одна. А я где? А не знаю, Юр. На полу. Галь, ты обратила внимание, что каждое появление твоей мамы в нашей жизни заканчиваются ссоры? Нет. Ладно, не каждое. Но, в конце концов, она разрушит нашу жизнь. Привет. Сначала сюда. Я понял. Ты же с ним работал? Да. А почему не спрашиваешь, зачем к нему едем? А зачем? Это не мое дело. Да вы не вам учите, Екатерина Васильевна. Я ведь... Я знаю свое место. Вадим Петрович, здравствуйте. Вас должны были предупредить о моем визите. Логинова Екатерина Васильевна. Да. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Ну, что вас ко мне привело? Я хочу, чтобы вы установили наблюдение за одним человеком. Хочу быть уверена в том, что он изменяет своей жене. Ваша цель – развод? Ну, разумеется, если факт измены подтвердится. Брачный договор? Нет. А есть какие-нибудь косвенные факты? Задерживаются на работе, следы губной помады. Ну, это все может быть вполне невинно. А может и нет? Екатерина Васильевна, чтобы получить гарантированный развод, ситуацию можно смоделировать. Вот. Вот, смотрите. А это зачем? Ну, это ускорит результат и качество видеоматериалов будет выше. Нет, это лишнее. Ну, что ж, в таком случае мне от вас нужно имя, адреса и предоплата. Вот с этой суммы. Наличными. Договорились. Да, передавайте привет Максиму Юрьевичу. Ведь он, как я понимаю, по-прежнему работает с вами? Да. А почему он ушел с работы? Вы ведь вроде были компаньонами. Ну, в этой профессии остается не каждый. Специфика, знаете ли. Юра! Юра, подожди! Юра, ну... Ну что ты? Ну так нельзя. А работать до ночи вторую неделю это можно? Я с утра всех предупредил, что я сегодня не могу. Из-за собаки? Да, из-за собаки. Ну хоть я погуляюсь с твоей собакой. Но тебя же уволят. Да пусть меня увольняют, я найду другую работу. Так не делают! Юр! Сначала ищут другую работу, а потом уходят и двери хлопают. Как я это сделаю, если я отсюда не вылезаю? Юрочка, ну потерпи. Совсем немного еще осталось доделать. Поверь, мне будет в радость погулять с твоей собакой. Я их люблю. Все, хватит упрямиться, давай ключи. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Здрасте. Здрасте. Здрасте, а вы кто? А я Вика. Меня Юра просил помочь с собакой погулять. Он на работе задерживается. А, а что ж тогда не погуляла? Она вон скулит и не кормленная. Да. Вы можете посмотреть за пастой? Вот она. Угу. Я быстро, хорошо? Чуня, пойдем. КРИК Жена, значит, за дверь, а помощница тут как тут. Потому что такие заразы накрашенные берутся. Ну, чего не помочь-то? Ну, поможем, чем можем. Хм. Чуня! Морда ты лохматая. Соскучилась. Иди сюда. Ой-ой-ой-ой-ой, ну, ты какой ты. Чуня. Вика, я даже не знаю, как тебя благодарить. А мы все сделали и решили тебя встретить. Да? Правда, Чуня? О, ну, зря, зря. Потому что, ну, поздно уже. Спасибо. Чуня. Ну, несложно. Давай. Пойдем, буду кормить тебя ужином. Подожди. Спасибо тебе огромное за все. Но тебе пора домой. Ну, хорошо. Чуня. Иди сюда, Чуня. Там в кастрюльке паста и… Не стоило, Вик, не стоило. Правда. Ну, спасибо тебе за все. Ноут, я обязательно посмотрю на выходные, ок? Ок. Все, спасибо. Таня, иди сюда ко мне. Роже ты, лохматая. А че это у нас паленым пахнет? А, пришел? Юрк, ты кого в дом пустил? Она чуть пожар не устроила. Во! В кастрюльку поставила, плиту включила и сбежала. Еле проветрили. Ну, ничего, Тонька борща наварила. Пойдем с шампусиком, а? Твоя оставила. Пошли, пошли. Спасибо. Доедем. Подожди, да я в себя приду. На, посмотри. Что это? Посмотри, посмотри. Ну, что и требовалось доказать. Ты вот за этим к Вадиму ездила? А тебе все-таки интересно, да? Кать, ты что творишь? Они же дети, ты им жизнь изуродовишь. С Вадимом с этим связалась. Ну, и что исходит из этих фотографий? А ты чего разошелся-то? Чего ты его защищаешь? Мужская солидарность, да? Знаешь почему? Потому что ты кобель. Связался с малолетней девкой, она тебе в дочери годится. Дура ты, Катя. Я дур? Вон, пошел. Уволен. Алло, дамочка, вы что творите-то, а? Что делаете? Что с вами? Дура. Ой, какая же я дура. А ладно, 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 ну, что там бампер, ерунда. Договоримся. Страховка-то есть? Понятно. Нет страховки. Ну, скоро уже? Ай, ну, я тебя больше никуда не отпущу. Ну, я соскучился. Галчонок, давай больше с тобой никогда не ссориться, а? Хорошо, твоя собачка. Вчера сгрызла ботинок Василия. Галь, ладно, пока, а то твоя собачонок опять что-то с земли ест. Ой, Галь, ну ладно, что? Чуня! Да, Галь, ладно, ладно. Давай, все, пока. Чуня, иди ко мне! Ну, фу! Фу, брось! Иди ко мне! Дружочек, ну что ж с тобой, а? Да что ж занято-то все время? Алло, ветклиника? Здрасте. У меня собака на улице что-то съела. Да, нос горячая. А вы на дом приезжаете? Да, спасибо. Ну что, все так же? Да нет, хуже, надо везти в ветклинику ее. Сейчас такси вызову. Да зачем вызывать-то? Васька же дома. Вась! Че? Да ничего, одевайся давай! Кот, вас! Здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина Селина. А ты можешь не ждать? Макс уволен. Так что, корми своими пирожками кого-нибудь другого. Мне кофе и Свету, быстро! А, Света... Ну, зачем? Зачем я ее отпустил с поводка, а? Ну, что, всю жизнь на веревочке, что ли? Правильно. Собаку воспитывать надо. Ё-моё, Галя приезжает скоро. Я ее обещал встретить. Ну, что? Еще в часа два и все. Вовремя привезли. Я бы этих докхантеров в собственную руку и несу очень. Слава богу, спасибо. А где она? Капельницу поставили. Через два часа можете забирать. Только лапку пока не разбинтовывайте, может кровить. Или можете на ночь здесь оставить, но это за отдельную плату. Нет, я подожду. Как скажете. Проходите. Я тогда поехал. Потом всю ночь за рулем. Галя-то твоя сама доберется? Да я разберусь. Если бы не вы. Спасибо. Ладно, ладно, сосед. Потом проставишься. Да. Адью, как говорится. Кать, что случилось? Аня вернул меня с полдороги. Где тебя носит вообще? У меня сегодня врач, я ушла пораньше. Меня не интересуют твои врачи. Тебя кто отпускал? Что случилось-то? Где мои страховки на машину? Ну, я откуда знаю, у Макса спроси. Макс уволен. Кать, ты сбрендила, что ли? Света, ты за словами следи. Я вас всех уволю, дурмоеды. Тебя кто отпустил? Ты ушла, никому ничего не сказала, оштрафована. Никаких процентов с итальянской сделки. Что? Что слышала? Да. Петерина Васильевна, здравствуйте. А, Юра, здравствуй. Катерина Васильевна, Галя скоро приедет. Вы не могли бы ее встретить? А то у меня обстоятельства и... В общем, я не успеваю. Обстоятельства? Понимаю, конечно, встреча. Спасибо. Всегда рада помочь. Гарья, bye-bye. Bye, Галя. Nice to see you. Nice to meet you. Bye, Галя. Thank you very much, Галя. Bye-bye. Bye-bye. Nice to have you here. Bye. Bye. Мам. Привет. Привет. А Юрка где? Твой муж очень занят. Что-то случилось? Давай чемодан. А Макс где? Уволен. Как? Мам, почему Макс уволен? Что случилось? Галя, тебя не должно это волновать. Почему это не должно меня волновать? А вообще-то Макс на мне чужой человек. Галя, ты о другом сейчас должна думать. О чем я должна думать? Ох, Галя. Вот об этом. Что это? Посмотри. Что это? Ну, это то, как твой муж проводит время в твое отсутствие. Или даже с кем он его проводит. Галя. Он тебе изменяет. Солнышко мое, ну ты что, перестань. Ну, не стоит он твоих слез, Галя. О, смотри, Чуня. Мы раньше мамы домой приехали. Не берет. Наверное, сел телефон. Будем звонить Котвасу. Никакому Котвасу звонить не будем. Катерина Васильевна, приехали? Приехали. А Галя где? Галя? Дома. У себя дома. Я приехала забрать ее вещи и сказать вам, чтобы вы не пытались с ней встретиться и связаться. Она сменит номер телефона. А если вы попытаетесь с ней увидеться, я лично вызову полицию. Ничего не понимаю. Сейчас поймете. Чуть-чуть. Такое. Что это? Откуда? Откуда надо? Вы что, следили за мной? А это... Это Галина? Да, по-моему, Галина. Послушайте, да я все объясню. Мне и так все предельно ясно. Да что вам ясно? Это же ерунда полная. Ну, это подтасовка. Но она просто гуляет с собакой. Меня это не интересует. Значит так. Если я что забыла, пишите мне смс, приеду и заберу. С Галей даже и не пытайтесь встретиться. Собаку-то куда я? Я ее только что с ветеринарки привез. После отравления. То есть вы чуть не угробили нашу собаку? Прекрасно. Обязательно передам это Гале. Галя, ну может поешь? Не могу. Ну ладно. Ничего, сейчас придет Зоя Соломонна. Она нас вылечит. Да? Чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. Что же это такое-то, а? Все в один момент. А Свету не могу дозвониться. Света. Вам что-то случилось? Нет, нет, нет. Все хорошо. Зоя Соломонна пришла сейчас. Здравствуйте, Зоя Соломонна. Проходите. Здравствуйте, Катенька. Ну, что у нас стряслось? Ой, соченька Соломонна, беда у нас. Галя с мужем разошлась. Уже? Ну, этот подонок ей изменял. Она проплакала всю ночь. Ну, вот и желудок разболелся. Ну, на этом фоне неудивительно. Может ее отправить куда? Ну так, недельки на две. Только чтоб тишина была. Ни интернета, ни телефона. М? Ну, пойдемте. Посмотрим. Ну, это не аппендицит. Гастрит обострился, скорее всего. Угу. Катя, я бы ее посоветовала в санаторий отправить. Есть такая возможность? Конечно. Я не хочу в санаторий. Надо. Ромашка лучше всего. В санаторий. Там и желудок подлечит, и нервишки. Я сейчас рецептик выпишу. Таблеточки, правда, эти не везде есть. Я вам свои оставлю. Выпей сразу две. Угу. Я от них спать буду? Ну, еще как. Лучшее снотворное. Угу. Ну, давай, поправляйся. И не грусти. Кать, ты мне что-то не нравишься. Тебе бы тоже парочку таблеток выпить надо. Да нельзя мне спать, Зоя Соломон. У меня цирк на работе. Угу. Ну, идем, проводишь меня. Таблетки при себе. Держи. Таблетки при себе. Привет. Привет. А что, тебя на работе нет? А я сегодня не приду. Ага. Доболел, что ли? А мы с Галей расстались. Когда вы это успели? А, неважно. Слушай, я тебе, конечно, сочувствую, но... А чего начальству сказать? А что хочешь? Ну, ладно. Давай скажу, что ты отравился. Да хоть умер. Слушай, ты как вообще? Нормально. Слышь, я это... Пришел, так сказать, оказать первую медицинскую. Что, с утра, что ли? Так ведь стресс снять! Наливай. Здравствуйте. 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 Кофе и Свету. Вот, Света оставила ключ от сейфа. И заявление о увольнении. Когда она написала? Утром, что ли? Да. А она не понимает, что я могу заставить ее отрабатывать в месяц? Она не понимает это? Я не знаю. Идите. Какой? Какой? Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло, Вика? Да, а это кто? Это Галя, жена Юры. А Юра сегодня не пришел на работу? Да, я на самом деле с тобой хотела поговорить. Вика, скажи мне правду, вы с Юрой встречаетесь? Да. Прости. Спасибо, что честно. Да? Таблетки – это не выход. Голова никакая. Проблемы надо решать, а не засыпать их. Вика, ты как? Я ей позвонила. Кому? Вике, той, что на фотографиях. Зачем? Узнать, правда или нет. И? Правда. Знаешь, Галь, а вот я и не сомневалась. Сволочь, а? Ну, сволочь! Ты знаешь, не смей за него плакать. Надо быть сильной. Мы ему отомстим. А мне кажется, если ты с кем-то начнешь встречаться, тебе будет легче. Не с кем мне. Не хочу я. Ну, я все устрою, не переживай. Мам, только вот не надо Кузину звонить. Не, Кузину мы звонить не будем. Мы пойдем другим путем. Здравствуйте. Вас ожидают. Здравствуйте, да? Проходите, пожалуйста. Екатерина Васильевна, проходите. Здравствуйте. Присаживайтесь. Спасибо. Пожалуйста. Нет, нет, я только чай. А вы же, Смедуардовна? Спасибо, Миша, мне ничего не надо. То есть офис у вас прям вот здесь, в ресторане, да? Здесь я встречаюсь со своими клиентами. И офис как таковой он мне не нужен. Ну да, действительно. Зачем свахи офис? Катерина Васильевна, для начала расскажите о себе. Нет, для начала вы расскажите, чем вы отличаетесь от агентства. Какие у вас гарантии, что ваши кандидаты не с сайта знакомств? Я должна знать, за что плачу. Ну, на сайте знакомств сидят люди, подсевшие на флирт. Там очень маленький процент реально готовых к серьезным отношениям. А брачное агентство – это вообще поток. Я работаю индивидуально. Именно поэтому, Екатерина Васильевна, я должна знать о вас все. Чтобы понять, кто вам подойдет. Мне никто не подойдет. Речь идет о моей дочери, и я знаю, что ей нужно. Позади меня находится большая спортивная арена Лужники. Слева от вас деловой центр Москва-Сити. Если у вас будет такая возможность, советую приехать сюда вечером. Москва в вечернем освещении просто прекрасна. Сейчас у вас будет немного времени, чтобы пофотографироваться. Наш автобус подойдет через 20 минут. Ну и чего ты тут делаешь? Хотел спросить. Что? Что нужно иметь в голове, чтобы на ровном месте устроить слежку за человеком? Ну что вы за люди такие? Так это мы виноваты? Помешали тебе вести двойную жизнь? Да нет у меня никакой двойной жизни. Фотографии – это полная ерунда. Вика просто погуляла с Чуней. Ты предатель. Вот ты кто. Галя, ну я не знаю, ну в конце концов. Ну позвони ты Вике, ну спроси ты ее. А она тебе еще не сказала? Что она мне не сказала? Что я ей звонила. И она сказала, что вы любовники. А, я понял. Вы с Котвасом нашли повод, чтобы от меня избавиться. Что? Устала от коммуналки? Рай в шалаши не подошел? Да при чем здесь это? Да при том, что вы, да вы хищницы. Да вы кого угодно готовы оболгать. Даже Вику, которая к вам никакого отношения не имеет. Вы хищницы. Так и иди к своей Вике, вегетарианец. И пойду. Я куда угодно пойду, лишь бы подальше от вашей семейки. Ну и иди. Смотри. Это Кирилл. А? Вот это Константин. Смотри. И Николай. Я им всем по очереди назначила. А мои фотографии им показывали? Ну, конечно. Вот это симпатичен, да? Все-таки это как-то странно. Свахи в наше время... Послушай, ну ты же хочешь, чтобы ему было больно. Да. Ну? Хищницей меня назвал. Кто, Юра? Вы что, виделись? Да, приходила ко мне на экскурсию. И? Прогнала. Молодец. Галя сейчас придет в первый жених. Я пошла. Как-то страшненько. Не переживай. Держись. Главное, помни. Вместе. Вместе. Я пошла. Галя. Галя. Я тут. Галя. Галя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Привет. Прости, что я без звонка. Что-то случилось? Да у меня, ну, совсем подыхать собрался. Я тут сначала в фирму одну поехала, а потом думаю, дай тебя все-таки спрошу. А телефон разрядился. Да, я же обещал. Извини, забыл совсем. Проходи. Посмотрим, что у тебя тут. О! Так у тебя тут жесткий диск под завязку забит. Так у меня там целая жизнь. Ну, надо все это архивировать, скидывать на съемные носители. Покажешь как? Да это элементарно. Это для тебя элементарно, а для меня. А что нигде? Каля забрала? Ох, Юра, Юра. Мне очень жаль, что так получилось. Так что, помотала меня жизнь, Галочка. Сочувствую. Ну, знаете, я вам хочу сказать, что намерения ту мне самые серьезные. А. К сожалению, не могу пока ответить тем же. А давайте, Галочка, умахнем на недельку на Сардинию, а? У вас виза есть? Да. Но мне кажется, обсуждать совместный отпуск пока рано. Ну, просто побудем побольше времени вместе. Узнаем друг друга. Яхту можно снять. Ага. Я обдумываю ваше предложение. А давайте лучше созвонимся. Просто, к сожалению, я очень спешу. Галочка, ну вы просто отпрелись. Нам же еще десерт не подавали. Послушайте, я, конечно, ценю ваше стремление поскорее свить семейное гнездышко. Но не таким же методом. Послушайте, вы кто? Кто я? Я-то ее мать, а вот это кто? Я. Стыдно, мужчина. Вот я, женщина, и то не позволяю себе так нагло пользоваться фотошопом. А вам с вашими данными. Нужно искать себе невесту в другой весовой и возрастной категории. Так, как сейчас Миндуардовне передайте. Всего доброго. Всего доброго. Извините, пожалуйста. До свидания. Всего доброго. Вы сами тут заплатите. Спасибо большое. Даже жалко его стало. Иди догони, пожалей. Мам. Что, мам? Ну, ничего страшного. Ничего, первое и блинком. А давай на первом и остановимся. Поехали домой. Ну, давай. Давай, поедем домой, поплачем вдоволь, да? Пока Юра развлекается со своей Викой. Давай. Это я в Турции с лягушками. Это на море. Ой, это, кстати, тоже в Турции. На море. Это я на пляже. Ой, это на экскурсии. Вик, ну надо что-то удалять, чтобы там было место. Потому что он всегда будет забитый. Смотри, смотри, смотри. Сейчас вообще упадешь. Круто, круто. А где так получилось танцевать? Да ты что, я же много лет танцевала. Сальса, румба, мамба, фламенко. Даже полдэнс танцевала. Это на шесте? Ну, ты даё. А ты не смейся, не смейся. Это очень полезно для фигуры. Сейчас подойдёт Константин. Серьёзный человек, юрист. Я, конечно, понимаю, почему женщина не может познакомиться. У нас всё-таки патриархальное общество. Но мужчина-то почему к свахе обращается? Ну, муж, ему некогда. С другой стороны, где сейчас знакомиться? Вот ты познакомился, что? И ничего. Хороший, да? А это не он? Где? Да нет. Да нет, это он. Просто фотография десятилетней давности. Мам, ты меня, конечно, извини. Но я пойду. Галь! Шляпа, а! Да и не десятилетней, а двадцатилетней давности. Шалуня! Хулиганка! Я всё скажу Жасмин Эдуардовне. Что скажете? Хулиганка! Прикрепили к анкете фото себя в молодости, да? Ну, ничего. Так даже и интереснее. Что вам интереснее, мужчина? Не свежий бутон, конечно, но в самом высоку, дамочка. Я, может, и не свежий бутон, но моих колючек вполне хватит, чтобы расцарапать лица вот таким вот идиотом. Так же, Жасмин Эдуардовне и передайте. Шалунья! Ну, шалунья! Ах! Эта шалова всё ещё там? Ну, а где ей быть-то? Галю так жалко. Собаку с собой забрала. Всё, и зайди. Слушай, я сейчас пойду, выгоню её и всё. Сосед ты! А чего? Мы соседи. Она нашего разрешения спасила тут вы. Да перестань ты. Сами разберутся. Юрка, ты тоже хорош. Чего он её пустил? А, послушай, Вика. Тссс. Ничего не говори. Просто расслабься. Прости, я не могу. Тебе лучше уйти. Почему? Из-за неё? Да. Прости, я ничего не могу поделать. Так зачем же ты смотрел тогда и вообще? Прости. Жасмин Эдуардовна, посредник, да. Нет, 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 спасибо. Третьего кандидата мы побоялись смотреть. Нет, 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 спасибо, больше нам не нужно. Знаете, Жасмин Эдуардовна, у меня к вам только один вопрос. А вы сами-то свой товар видели? Ах, видели. Что? То есть, это я виновата, что не указала вам вес и рост женихов. А знаете, как это называется? Разводилово. Вам по буквам сказать? Разводилово. Зараза, а? Как я на неё повелась. Ну, она не виновата. Они просто нам не понравились. Галь, кто опять? Угу. Знаешь что, Галя, ты едешь в санаторий безо всяких разговоров. Не хватало ещё из-за этого Юры здоровье себе портить. Зоя Соломонна. Да, здравствуйте, да. Ну, конечно, вот, вот опять, да. Нужен санаторий. А, ага. Поняла, да. Так, держи. Пей. Надо выпить, сказала Зоя Соломонна. Надо, Галя. Она позвонит в эту ромашку, и я тебя завтра туда отвезу. Хотя, знаешь, попроси Макса, пусть он тебя отвезёт. Только со своего телефона позвони ему. Это неудобно. Неудобно знаешь что? Но он тебе не откажет. Ну, позвони. Привет. Привет, Макс. Привет. Иди садись в машину. Спасибо, что согласился помочь. По здоровью. У меня просто дело не в проворот. Света уволилась. Ну, ты знаешь. Конечно, знаешь. Даже, наверное, знаешь, куда подалась. К Рогулиной, что ли? В больнице она, Кась. С мужем сидит. Еле денег на скриванную операцию. После того, что ты её уволила, и... ...без процентов поставила. Вот. Ну что? Как продвигаются дела с Юрой? Никак. Всё Галя драгоценную забыть не может. Козёл. Юра! Можно тебе на минуточку? Ты опоздал на 20 минут. И что? Ты вчера с обеда задержался на 15 минут. И что? И я буду вынуждена доложить руководству о твоих систематических опозданиях. Вот что. И вот это передай заодно. Давно у меня это надо было сделать. Спасибо, Вика. Всё. Всем пока. Ты чего? Сыпи сорвалась? Ты чего из себя начальницу корчишь? Ничего. Я офис-менеджер. Это мои обязанности. Вообще. Сколько я могу его прикрывать? Пускай катится к своей Гале. Только она его фиг простит. Почему? А потому что я сказала ей, что мы с её драгоценным Юрой всегда были любовниками. Только не говори никому, ладно? Ну, Викуся, ты и дрянь. КОНЕЦ Шувалова? Ну что, уже на месте? Да. А, мне Зоя Соломонна звонила. Так что я предварительно в курсе. Ну что, будем делать полное обследование? Доктор. Дмитрий Геннадьевич. Очень приятно, Дмитрий Геннадьевич. Скажите, а гастроскопию обязательно делать? Ну, надо, конечно. Но вы не волнуйтесь. Я вас направлю к самому лучшему нашему специалисту. Мне Зоя Соломонна говорила, у вас был нервный срыв? Ну да, что-то типа того. На самом деле, ничего страшного. Типичная картина для городского жителя. Да, кстати, вы что-то ели сегодня? Нет, Зоя Соломонна предупредила. Ну вот и отлично. Сейчас придёт медсестра и отведёт вас на процедуру. Всё будет хорошо. Алло, мама. Мне гастроскопию будут делать. Ну и хорошо. Что же вы там хорошего? Ну, скорее узнают, что с тобой. К вам пришли. Кто? Не знаю, сказал по-личному. Пусть проходят. Галчонок, ко мне пришли, я тебя целую вперёд и ничего не бойся. Да, за мной тоже уже пришли. Ну что, готовы? Катерина Васильевна, мне нужно поговорить с Галей. Это очень важно. Простите, а вы кто? Вы меня не узнаёте? Нет. Да я Петя. Я был свидетелем на свадьбе у Галли. А, Петя. Да, простите. Что вы хотите сказать моей дочери? Вика соврала ей о том, что у них там с Юрой что-то было. Она сейчас сама в этом призналась. И вы хотите, чтобы я это сказала Гале? Я сам могу это сказать. У меня, правда, нет её нового номера. Вас Юра прислал? Нет. Так, то есть вы не дадите мне её номер? Подождите. Галя Нездоровая находится сейчас в санатории. Проходит серьёзный курс лечения. Её не надо тревожить. Я передам всё, что вы сказали. И если она захочет, сама позвонить Юре. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Всё, я забыл. Вы что-то забыли? Скажите, девушка, как вас зовут? Анна. А в чём дело? Мне, Пётр, очень приятно. Я друг мужа Гали, дочери Катерины Васильевны. Ань, вы же секретарь. Вы всё про всех знаете? Ну, предположим. Скажите, в какой санаторий уехала Галя? А почему я должна вам это говорить? Потому что ваша начальница мне этого не сказала. Санаторий «Ромашка». Недалеко от города. Ань, я сразу в вас поверил. Скажите, а что вы делаете сегодня вечером? А вы хотите ещё что-то узнать от меня? Нет. Я приглашаю вас на свидание. Вы знаете, я не встречаюсь со сверстниками. Принципиально. Так вы, по-моему, постарше. Странное замечание вы делаете девушке, с которой хотите познакомиться. Не, ну а что тут такого? Вы сами начали эту тему о сверстниках. Ань, ну так что? Может, кино? Здравствуй, Катя. Привет. Давай присядем. Как, Игорь? Как всё прошло? Операция прошла успешно. Теперь нужно восстанавливаться. Долго. Ну, слава богу, что успешно. Как сама? Устал. Прости, Свет. Я же ничего не знала. Нужна какая-нибудь помощь? Спасибо. Уже ничего не нужно. Твои проценты. Прости, я тогда как с цепи сорвалась. Спасибо. Передай, пожалуйста, их Максу. Это он одолжил мне всю сумму на операцию. Я не могу. Мы с ним не разговариваем. Катя. Катя. Ну, почему тебе всё время нужно казаться хуже, чем ты есть? Жизнь такая короткая. Люди, которые созданы друг для друга, должны быть вместе. Понимаешь? Да понимаю. Понимаю. Только это непросто. Я пойду. Я пойду. Юр, там к тебе пришли парень какой-то. Ну, пусть заходит. Я уже зашёл. Господи. Что, будешь уговорить меня забрать заявление? Нет. Его не приняли. Это как? Вот так. Ты как ушёл, такое началось. Начальство ждёт молнии, депеши, директивы. Тебя-то нет. Ну, и спустился к нам сам Игорь Иваныч. Посмотреть, мол, что у нас тут происходит. А Вика ему раз, и твоё заявление. Он его прочитал, и давай орать, почему. Короче, Вика, возьми и ляпни. Что она сделала тебе замечание, а ты на неё наорал и написал заявление. А ты мне зачем всё это рассказываешь? Вику уволили. За что? За самоуправство. Ну, и за глупость, конечно. А тебя ждут обратно. Подожди, это глупо? Что, за неё никто не вступился? За неё? Да. Слушай, ты хоть знаешь, что она сделала? Ты знаешь, что Галя ей звонила? Галя? Да, Галя. Спрашивала, правда ли, что вы с Викой того-этого. И она сказала, что это правда. Это ничего не меняет. Галя ей поверила. И мне. Вот что главное. С тобой всё понятно. Слушай, у меня к тебе просьба. Можешь поехать в санаторий Ромашка? Я там, понимаешь, на выходные обещал подмениться сетевому администратору. А сам с девушкой познакомился. Угу, поздравляю. Аня зовут. Ну, вернёшься, познакомлю. Ладно. Давай адрес своей этой Ромашки. Здрасте. Здрасте. А где у вас сис-админой? Что? Ну, интернетом, который занимается. По коридору налево. А, спасибо. Шувалова? Да, Дмитрий Геннадьевич. Ну что, анализы в норме, гастроскопия тоже хорошая. Ну, мы подождём, конечно, биопсию, но я уверен, что там тоже всё в порядке. Так что пока всё по назначению. Вопросы есть? Вопросов нет. Ну и отлично. Дмитрий Геннадьевич. Да, слушаю. У меня всё-таки есть парочка вопросов. Вы скажите, у вас такой прекрасный тренажёрный зал. Я могу заниматься? Ну, если нет язвы, то вполне только без фанатизма. А вы занимаетесь? Нет, мне некогда. Почему же? Вы же такой интересный мужчина. Вам обязательно нужно заняться собой. И вот пресс прокачать тут. Вы в теннис играете? В большой? Нет. Я вас потренирую. Петя, это что за дела? Мимо меня только что прошла Галя с каким-то фраером. Я не хочу с ней мириться. Я даже говорить с ней не хочу. Петя, ты как это провернул? Ты хоть понимаешь, что если кот вас меня здесь увидит, мне конец? Привет. А ты здесь откуда? Привет. Света просила тебе деньги отдать. Привет. Как ты меня отыскала? Ну, за всё то время, что мы вместе, не только ты хорошо изучил мои привычки. Как Галя? Нормально. Анализы хорошие. Ну, будем надеяться, всё обойдётся. И давай привет. Обязательно. Макс, послушай меня. Только не перебивай, ладно? Макс. Да, я знаю, что у меня скверный характер. Сама от него страдаю. Спущу на кого-то собак, потом полночи не сплю. Просто я привыкла никому не доверять. Долго этому училась. Зачем вообще этому учиться? Да так легче. Когда сама строишь свою жизнь, когда выгрызаешься в каждую ступеньку зубами, давать глубину нельзя. Толкнуть, предадут. И вот, когда я выстрелила всю эту крепость, кирпичики посыпались. Галя вышла замуж, потом ты и Света. Я испугалась. Мы тебя не предавали. Да я знаю. Просто без Гали, без этого странного Юры, без Света, без тебя, да без собаки этой с дурацким именем, мне очень плохо. Здорово. В один ряд меня собака поставила. И зло мне. Макс, вернись, пожалуйста. Прости меня, вернись. Мне без тебя очень плохо. Тихо. По-моему, клюет. Мелочь пузатая, но приятно. Макс. Если я вернусь с одним, с одним условием. Макс. Я готова на все, но практически на все. Ты выйдешь за меня замуж. Или так, или никак. Лекарства? Спасибо. Ты чего тут делаешь? Я пришел тебе сказать, чтобы ты себе не воображала, что я тут из-за тебя. Это все Петька подстроила. Да мне абсолютно все равно, как ты сюда попал. Ты мне безразличен. Ты мне тоже. Да, ты от чего ты сюда пришел? Я же тебе сказал, что это все Петя придумал. Да ты лгон. Ты патологический лгон. Чего? А ты знаешь, кто ты? Да, давай скажи, кто я? Ты дура. Что? Да. Да ты нормальный вообще. Спокойно, спокойно. Ты что, большая? Гать, мразь, мразь, мразь! Приехала, еще оскорбляет меня, сволочь! Извините. Почему он с букетом? Не знаю. Не ври. Ну, ухожу я за тобой. Я видел вас вместе. Тебя это не должно волновать. Почему еще? Потому что там идет моя мама. Юр? Куда? Давай. Давай в шкаф, 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 шкаф. Привет. Ну, как ты? Ну, нормально. Как там, Тюня? Тюня? Прекрасно. На рыбалку ходила. Галь, я должна сказать что-то очень важное. Что-то случилось? Нет. Да. Даже два раза случилось. Ну, говори, что? Мы были не правы. Нужно было прислушаться к тому, что говорит Юра. В каком смысле? Вика тебя обманула. У них с Юрой ничего не было. Вот. Что и требовалось доказать. Это что такое? Мам, это Юра? Я вижу, что это Юра. Что он здесь делает? Катерина Васильевна. Вот вы мне только вот одно скажите. Вы зачем вообще эту слежку организовали? А знаете, а вы сами хороши. Знаете, пришли домой, весь в помаде. Тут, тут. А я не просил, чтобы она меня целовала. Ну, конечно. Она сама на вас набросилась и целовала. Так, ну, мам, хватит. Юр, мам, ну, правда, хватит уже. Ну, ладно. Если вам будет легче, я была не права. Возможно. Как, как? Я что-то плохо слышу. Что там? Я была не права. Извините. Ну, ладно, пойду. Мам, подожди. Ты говорила, что два раза что-то случилось. А второе что? Идут, идут. Проходим, проходим. Входят. Поздравляем! Поздравляем! Да, поздравляю! Спасибо. Поздравляю. Спасибо. Ну-ка, поздравляю вас, Екатерина Васильевна. Спасибо. 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 Ну-ка. Оп-оп. Ой, Света пришла. Сейчас я отойду. Поздравляю. Спасибо. Спасибо, Света. Как муж? Все хорошо. Завтра выписываемся. Я рада. Правда, очень рада. Ты вернешься? Не хочу. Свет, я прошу тебя. Все будет по-другому. Я обещаю. Свет. Катерина Васильевна, шампанское. Да, идем. Пошли. Галин, подержи. Спасибо. Ну, да? Здравствуйте. Юж, зачем мы так рано налили? Ведь он выветрится. Ну, я же не знал, что вы уйдете. Кать. Да. Ох, красава. Вот, выветрилась. Кать. Ну, что ты его все время защищаешь, а? Горько. 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 Горько.